Дорогие коллеги, сегодня у нас выступает сотрудник нашего центра Дмитрий Дмитриевич Беляев, тема докладывания «Италийская империя» и «Сайдонатрактная гемократическая гиберация» и «Оваганская государство 4-го веков». По данному, я не могу. Я ходу поправить. Там мы все начинаем, все хорошо, видно и слышно. Ну что же, уважаемые коллеги и уважаемые слушатели, тема моего сегодняшнего сообщения, она будет, наверное, может быть, скорее историческая, чем антропологическая. Но опять-таки в контексте того, что изначально замысел нашего международного центра антологии и ставил в том, чтобы активно соединять историю классическую и антропологические модели, собственно говоря, мне кажется, что это будет вполне в русле наших общих рассуждений. Но в то же время повод к этому рассуждению – это повод, вполне себе имеющий отношение к проблематике антропологической, ну и даже не просто антропологической, а такой актуально антропологической. Значит, с одной стороны, это действительно, в этом докладе я представлю результаты работы, связанные с анализом эпиграфических источников, над которыми я работаю в рамках проекта «Эпиграфический открыт воспитатель» уже несколько лет. А с другой стороны, во многом поводом для этих рассуждений и обращения опять к тематике альтернативности или вариативности, или она социально-политической эволюции, или аналогов различных, значит, да, стала вышедшая недавно, значит, работа такая, в общем, во многом антропологическая. Итак, речь у нас пойдет о Мезоамерике, да, о древнем историко-культурном регионе, который охватывал территорию, значительную территорию Нижней Мексики, Гватемалы там, и малые и центрально-американские государства, но основной фокус исследования будет на Теотиуакане, значит, да, на крупнейшем городе, не только Мезоамерики, но и всей доколумбовой Америки, вот в четвертом веках с населением до 100 или там 120 тысяч человек, один из крупнейших городов мира вообще в это время. Ну и, собственно говоря, да, в силу того, что Теотиуакан был очень крупным городским центром, да, исключительно урбанизирован, но в то же время и центром, да, очень такой важный для эпохи классической, для первого тысячелетия нашей эры, культурами из-американской, он довольно хорошо известен, он сюда привлекает, но в то же время, по сравнению с теми обществами, которыми я занимаюсь обычно, с обществами майя, там он известен существенно хуже, потому что письменность Теотиуаканская не дешифрована в силу там особенностей ее внутренней структуры и особенностей корпуса источников и так далее. Да, поэтому про Теотиуакан мы обычно знаем прежде всего благодаря данным археологическим, ну а реконструкция социально-политической организации по археологическим данным, это такая тема, в общем, лично проблематичная. В то же время я не собираюсь говорить об археологии, о поселенческой организации, каких-то особенностях устройства социальных групп и так далее. Я хочу предложить показать взгляд, показать ту картину, которая выстраивается по поводу Теотиуакана, если мы смотрим на него исключительно с точки зрения такого исторической, даже может быть не просто исторической, а с точки зрения политической и гностической истории, через призму текстов Майя. Значит, и вот очень красивая сайта Science Panorama, немножечко, конечно, приукрашенная, но тем не менее показывающая, как выглядит руйный настоящий момент, частично реконструированный. Теотиуакан, площадь Иутиуакана около 20 квадратных километров, как я уже говорил, население от 100 до 120 тысяч человек. И вот такая есть очень красивая реконструкция, уже, так сказать, современная, да, сам с использованием всякого рода специфических взглядов, ну, в общем, да, которая показывает, как это должно было быть красиво, это действительно полноценный мегаполис. Значит, да, в общем-то, при том, что Теотиуакан исследуется давно, вот в последнее время интерес к теотиуаканскому обществу и государству, ну, к обществу и политике, скажем так, очень, значит, ожил, благодаря работам масштабным археологов, которые находят много всего разного, да, занимаются и анализом, значит, больших массивов данных, было найдено много данных, свидетельствующих о межрегиональных контактах, несколько лет назад очень широко обсуждалось в СМИ, в СССР, и вообще, да, и в разного рода научно-правлярных ресурсах, новые находки, которые указывают на связь Теотиуакана и Майя, и так далее. Значит, да, ну вот для меня такой отправной точкой стала выше в 2021 году книга Дэвида Гребера и Дэвида Венгл, значит, да, Дэвид Гребер известный антрополог и общественный активист-анархист, да, таких очень левых настроений, он вообще больше известен своими книгами, да, посвященными там исследованию экономики и долга, ну а, да, самая популярная его книга, это, пожалуй, бессмысленную работу, которую, пожалуй, я думаю, читали все люди, которые интересуются современными какими-то сюжетами, значит, да, но, собственно говоря, Дэвид Венгл, известный археолог, работавший, значит, да, на Ближнем Востоке, и они уже несколько лет до этого сотрудничали, в 2021 году вышли книг, который называется, да, значит, «Заря всего», «Новая история человечества», значит, да, ну, опять-таки, казалось бы, ну, вышло и вышло, мало чего к ним выходит, но книга, в общем, приобрела очень широкую популярность, да, она была номер два в списке бестселлеров в New York Times в конце ноября 2021 года, при том, что эта книга, как бы, вышедшая, ну, формально, все-таки в издательстве, которое, как бы, считается академическим, вот, и, в общем, да, в других странах тоже она стала бестселлером, на русский язык пока ее не переменеет, но я чувствую, что скоро какое-нибудь популярное издательство наше вот такое активное, если не рухнет совсем книжный рынок, да, под грузом, там, экономических проблем, но наверняка переведет, потому что книга вот шумит и гудит, да, и Гребер вообще фигура во многом культовая среди многих. Значит, и, собственно говоря, ну, книга – это в свое время, как вот только она вышла, и на нее коллеги посмотрели, ну, у многих из, там, да, из тех, кто работает в этой сфере, да, работают с этой проблематикой, вариативность социально-политической организации, многолинейная социальная эволюция, эта книга, конечно, вызвала реакцию такого глубокого удивления, потому что, как можно писать новую историю всего, как бы, не прочитав, что об этом было написано в начале, соответственно, 2000-х годов и 2010-х годов, ну, и так далее. Но это не самое, может быть, важное, это уже, там, ну, каждый выбирает ту позицию, которую хочет, ну, так сказать, да, не читали они работы теоретиков на гринейной социальной эволюции, ну, и не читали, не страшно. Но в своих конкретных сюжетах, значит, Гребер и Вендеру обратились как раз в девятой главе, которая, вот, да, называется «hiding in plain sight», значит, да, и, как бы, нативное, да, значит, происхождение социального, даже я не знаю, как это перевести «social housing», да, вот, ну, в общем, терминология такая далекая относительно, может, есть какой-то у вас термин, да, значит, ну, вот, да, social housing и, значит, социального, не знаю, домостроительства, что ли, демократии в Америке, да, вот. Вот, и эта глава, собственно говоря, посвящена, вот, до Колумба в Америке, той программатики, которой я занимаюсь, и в ней, ну, рассматриваются несколько кейсов, и, собственно, главный кейс – это как раз тот самый Тиотчвакан. Значит, да, в книге Гребера и Вендеру Тиотчвакан предстает ровно как вот такой уникальный опыт, значит, демократической, да, они активно используют термин «демократический», тот, который, да, ну, скажем, в среде большинства других социальных антропологов был популярен в свое время, ну, да, а потом как-то вот сменился на гидроархические, нейроархические, да, разные термины предлагают. Они говорят о демократии вполне, да, значит, вот несколько цитат, да, мы не знаем вообще, что такое, был ли Тиотчвакан как Рим, да, центром Великой Империи, ну, да, значит, все свидетельства, все свидетельства, да, говорят, значит, предполагают, что Тиотчвакан, значит, нашел путь, как править без верховных правителей, значит, ну, и вот, да, наиболее вероятная возможность, что власть была распределена между ассамблеями, да, или советами, и, может быть, так сказать, да, вот существовала в виде правительственного совета. Значит, да, ну, вот это такая точка зрения, опять-таки, нельзя сказать, что она прям исключительно уникальна, потому что про нее, да, вот очень так ярко и действительно хорошо, потому что пишут они ярко и хорошо написано, но все-таки в том числе и с опорой на предыдущие публикации, значит, и здесь я чуть-чуть проскочу, да, вот у нас есть, значит, различные версии политической организации Тиотчвакана, которые в последнее время, значит, ну, как бы известны в историографии, да, и вот Гребер и Венгру, они как раз опираются вот на последний пункт, та самая организация, который, в общем, еще в середине 2010-х годов был высказан, да, там, так сказать, групп специалистов по социальным системам и главный вот мексиканский археолог Линда Монсонили, один из классиков мексиканской археологии, значит, да, вот если мы в целом посмотрим на вот эту очень хорошую табличку, составленную Дэвидом Карвалью, американским археологом, то она, в общем, показывает, да, высокую вариативность того, что люди думали или думают, значит, да, вот Тиотчвакане, видите, вот автократической абсолютной монархии, да, ну, так и Карвалью обозвал, вот, не то чтобы прям непосредственно, да, Еспер Нильцем там или Анагет Хедрик или Соболь Судье, мы пишем прям про автократическую монархию, но тем не менее вот такой нормальный из американской монархии, значит, да, или, так сказать, ее военной версии, да, вот милитаристская монархия, значит, до, так сказать, да, значит, теократии и соправительства, ну, а вот самые, так сказать, да, как это, плюралистик, как это обозначено, это вот олигархия или это та самая самоорганизация. Причем, если посмотреть на колоночку Evidence, то увидите, что, в общем, свидетельства все примерно одни и те же, да, значит, если для Хедрик Судьямы, значит, планировка централизованная, да, highly planned, это свидетельство как раз, значит, монархического правления, то вот, да, для Мансани и ее коллег, да, для, соответственно, Фрёзы, Герсенсона и Мансани, наоборот, это, значит, планировка, она свидетельствует о самоорганизации. Значит, да, ну, и та же самая ситуация с другими, да, примерами, вот, значит, а кто-то считает, там, вот, да, что наоборот, это, значит, пространственная планировка города свидетельствует о соправительстве и так далее. Это все те самые археологические данные, которые, при том, что именно в археологии Мезоамерики в свое время было разработано множество критериев, как правильно отличить там вождество от государства и так далее, значит, но вот такая широкая палитра рассуждений о том, что же там было в Черчевакане, она в конечном счете, в общем-то, упирается в то, о чем я уже говорил. Вот, с одной стороны, у нас нету, действительно, первичных пихиных источников, а с другой стороны, что называется, каждый, вот, получается, в последнее время, получается, каждый пишет, как он дышит. Значит, действительно, следует признать, что вот эту вот идею, значит, да, самоорганизации или, там, значит, соправительство, даже не соправительство, а вот, как бы, да, какого-то коллективного правления, значит, опять-таки, Гребер и Венгриев не придумали сами. А с одной стороны, конечно же, эта идея восходит к, значит, да, знаменитой статье про корпоративные сетевые стратегии, значит, который вышел в 1996 году, Ичарта Плентона, Стивена Ковалевский, их соавторов, в которой, в общем, указывалось, что действительно формы материализации власти, которые мы видим в Тиотевакане, они отличаются от того, от тех форм материализации власти, ну, термин, предложенный в свое время, значит, Эрлом, они отличаются от того, что мы видим, скажем, в политеях майя классической эпохи. Да, действительно, да, нет вот этого упора на соперничество, значит, знати и правителей, да, нету такой индивидуалистической идеологии, значит, нет упора на центральную фигуру правителя и так далее, да, а все вот скорее размыто. Но эта корпоративная стратегия, конечно же, в общем, не предполагала совершенно заявление о том, что там было, значит, ассамблея или что-то подобное, или вообще вот social housing and democracy, да, я к этой фразе, к этой метафоре буду постоянно обращаться, вот, значит, да, впоследствии, вот, как я уже говорил, были работы опять Килинга Мансани и других авторов, которые действительно говорили о том, что, значит, вот, да, в Тиотевакане не все так же, как и, значит, других мезамериканских синхронных обществах, ну, и, собственно говоря, Соборо Субияма, один из крупнейших вообще специалистов в археологии Тиотевакана, это человек, который вообще, ну, во многом современную археологию создал в свое время, значит, он, конечно же, сам писал о том, что свидетельства, которые он обнаружил, говорят о том, что, да, не всегда эта форма организации политической была вот такая монолитная и единообразная, что были изменения, вот, как раз раскопки его в одном из комплексов показывали, как эти изменения отражались на материальных проявлениях, да, что храм был, значит, уничтожен, заменитый храм пернатого змея, значит, и там потом, впоследствии, как ясно, был засыпан тоннель под ним, ну, в общем, много всего интересного. Но, опять не повторюсь, значит, с нашей точки зрения, да, вот Тиотевакана, это, так сказать, такая вещь в себе, значит, да, но что очень интересно, что вот если посмотреть на эту историографическую табличку, она очень хорошо, кстати, организованная, карбалет, нет никаких сомнений, что, значит, значит, я отключу. Вот, и надо, да, отключить, прошу прощения. Значит, нам вот это историографический обзор, значит, он хорошо показывает, что вообще все вот эти рассуждения о соправительстве, олигархии, и всем прочем, на самом деле восходит к старой точке зрения о том, что Тиотевакана, Тиотевакана, была такая теократия, управляемая жрецами, да, вот она здесь в серединке присутствует, значит, да, которая была высказана в свое время еще в 40-е, 50-е, 60-е годы, да, мексиканским археологиям, да и только мексиканским, да, ну, тогда вообще все считали, что в Мезамейке была сплошная теократия, вот, и даже, так сказать, те Майя, которые, там, теперь кажутся примерами, вот, исключительно такого индивидуалистического, агнистического, да, значит, да, или сетевого, сетевой формы организации власти, они все равно, в общем-то, значит, да, считались тоже примерно теократии. Поэтому здесь эта историографическая традиция, по-видимому, роль будет сыграла. Значит, вот, да, на самом деле нельзя сказать, что Гребер и Венграу совершенно, как бы, вот только взяли чужие, значит, там, рассуждения, их немножечко переосмыслили, хотя у них такой пассаж есть, что вот если вы спросите археологов, а что там было в Теотиокане, они вам скажут, ну, то же самое, что и в остальном из Америки, ну, и с комментарием, что вот не то, что прям совсем они такие археологи, ничего не хотели, ничего не желающие размышлять, но вот они упертые во многом. Значит, да, вот есть два пассажа, которые, и там есть целый раздел, который, собственно говоря, значит, посвящен тому самому той самой проблеме, которая, вот, и больше всего меня интересует, взаимоотношения между Майя и Теотиоканом, да, что в пятом веке вот что-то такое случилось в городах-государствах Майя, значит, да, и вот самый важный из них Текаль, и вот, значит, да, комментарий стоит в том, что все, что мы знаем про, значит, да, и вот там пишут про Теотиоканских правителей, да, про людей из Теотиокана, и, значит, да, о чем мы, собственно, сейчас поговорим, ну вот так комментарий стоит в том, что это вот просто имитация, да, это вот маньяские правители, они, значит, искали что-то такое экзотическое, да, ну и, в общем, в этом смысле Гребер и Венгров, они еще обращаются к идее, к модели Stranger King, предложенной Сайлензом, модель, в общем, довольно важная и, так сказать, интересная и перспективная, но в данном случае абсолютно не работающая. Значит, да, вот, как бы, да, вот просто, да, Теотиокан, типа, это место экзотических фантазий, да, some kind of distant Shangri-La, это вот типа Shangri-La. Точка зрения это, она такая очень антропологическая, очень красиво написано, опять-таки, да, использование модели Сайленза тоже очень антропологично, но вот я здесь просто сразу забегу вперед, с моей точки зрения, да, с моей позицией, это вот как раз пример, как бы, плохой антропологии, в том смысле, что, значит, да, мы прочитали некоторые обобщающие статьи о связи между моей Теотиоканом и не понимая, что же там действительно происходит, вот решили это интерпретировать так, да еще сверху приклеили ярлык, значит, модели Stranger King. Вот, собственно говоря, если же мы обращаемся к реальным, да, историческим данным, то там, в общем-то, с моей точки зрения, конечно же, могут быть разные взгляды и дискуссии продолжаются, но общая модель, в общем, совсем не такая, да, более того, опять-таки, да, ну, все-таки мы живем уже в мире антропологии постмодерна, и, собственно, опыт всегда важен для переоценки, я скажу, что в, там, да, ну, 20 лет назад, когда этой темой я начал заниматься, моя точка зрения была похожа на модель, значит, не то же прямо на идею Гребера и Венгрова, но, в принципе, такая, да, что мои вот в основном, так сказать, использовали связи с Теотиоканом, даже понять свой собственный статус, я, правда, не Салин зацитировал, а, значит, да, а я тогда, значит, да, сделал отсылки к эпосу миграции, да, модели, которые предлагала Котляр, да, для анализа, там, традиций эпических в Африке, поэтому вот, да, вот, в статье, которая вышла в цивилизационных моделях политогенеза, там такой взгляд у меня был скептический, значит, ну, на самом деле, вот, да, большое количество новых данных, оно, в общем-то, говорит совсем не об этом. Итак, значит, ну, вообще расстояние между Теотиоканом и Землей Майя не такое большое с точки зрения, там, Евразии, да, Николай Николаевич Крабин, наверное, бы сейчас сказал, что это все рядом практически, но для Мезамерики с ее ограниченными возможностями логистическими, да, отсутствием, там, колесного транспорта и всего прочего, это довольно много, да, и это, в общем, больше тысячи километров. Кроме того, мы здесь имеем, там, невеликую степь и даже какие-то равнины, да, мы имеем очень большое разнообразие ландшафтных различных ниш, да, здесь есть и горы, и равнины, да, и чего только нету, поэтому, в общем, в принципе, да, одна из, один из вопросов, который вставал всегда перед исследователями, он стал в том, ну, вот, как бы, если мы считаем, что существовал какой-то контроль, да, или гегемония Теотиуакана над землями Мимайя, то, вот, мол, это было сложно, да, потому что у всех сразу возникали вопросы, что если, да, за тысячу километров можно было заорганизовать какой-то эффективный контроль, это значит, что все-таки то общество, которое контроль организовывало, оно могло, да, правильно это все организовать. Значит, да, вот на этой карте такое ядро Теотиуаканского государства обозначено коричневым, там, где хорошо по археологическим данным видно, вот, но, опять-таки, да, здесь, там, показатель наличия, хоть и экспансии за пределами центральной и дальницей Мехики не говорит о том, что это не могло быть, там, коллективное правление, корпоративное правление, да, у нас экспансия может быть куда угодно. Собственно, да, вот исторический контекст, да, ну, вот тут основные публикации свежие по тематике взаимодействия Мая Теотиуакана, значит, вот особенно важные публикации Навы Судья, мы видим Феша, Барбары Феша, Собор Судья, мы вот по последним данным, как происходили взаимодействия на основе археологических свидетельств. Значит, впервые эта гипотеза о том, что вот в области Мая появились какие-то чужеземцы, она, ну, в общем, была и до этого, но окончательно в таком идеальном виде была сформирована Татьяной Проскуряковой, при участии ее, значит, учеников в 1970-е годы на основе анализа стилистики, да, монументов. Более того, эта стилистика монументов, керамики была связана вот с датой, которая, значит, тогда по календарю Мая там рассчитана была 12 января 1978 года, сейчас там, там, все равно это январь 1978 года, неважно. То есть это вот такие немаяские элементы. И вражение в сферах искусства Майи, это была, значит, поначалу исключительно искусствоведческая проблематика, и они связаны с официальным искусством Теотиоакана. Значит, да, вот, например, в искусстве текаля, это как раз по работе, которую проводила Когенс, да, в официальной скульптуре монументальной изображающей правителей, да, вот нарисованный правитель не в профиль, как у Майи Афаста, со специфическими символами власти, со специфическими атрибутами и так далее. При том, что написано на обороте, вот на стиле 4, в принципе, все написано вполне себе по Майи. Да, значит, а это вот изображение правителя, ну, да, знатного человека, да, жреца, правителя, там, каждый, по-своему, естественно, да, вот в тоже фаз, значит, да, на одной из росписей комплекса «Дороги мертвых». Да, ну, вот видно, что Теотиоаканская традиция, в общем, проявляется в маятских этих, маятских памятих довольно хорошо. Значит, да, вот что еще, да, изображение на керамике, это, вот, так сказать, развертка такого сосуда, на котором изображена некоторая процессия, да, люди двигаются, мы еще к нему немножко вернемся, да, это он был найден в Текале, а вот, да, изображение процессий в Теотиоакане из компаундов Теотиоаканских, да, тоже люди, которые идут, так сказать, друг за другом, да, с различного рода символами, иероглифами и так далее. Значит, да, теперь мы знаем про этот исторический контекст уже не только с точки зрения чистой, да, чистой истории искусства, но и с точки зрения истории событийной. Значит, да, судя по всему, важный пункт, который вот совсем недавно стал известен для нашей работы с текстами, значит, бы Шахтуна, да, это один из городов майя-центр, тоже довольно могущественный политеи в раннеклассический период, да, значит, где-то вот 370-375 год Текальский царь, значит, одержит победу над Шахтуном, более того, это такой хороший пример войны, потому что, судя по всему, царскую денностью вырезали, да, и, значит, там были, наверное, и наставки, значит, целой семьи перебитой, значит, да, это происходит в землях майя. Вот таким образом, такое завоевание двух, значит, соседней политеи, соседнего, да, нового государства, или город-государства, ну, неважно в данном случае, да, оно вот создает определенный дисбаланс в отношении, если так вот время текает очень активно растет. А, значит, а вот где-то не у майя, да, опять-таки, как это описывают сами майя, в 3074 году на трон восходит человек, которого майя называют Хацунхух, да, значит, он является царем, опять-таки, города, да, место, которое майя называют Винтынах, и этот самый Винтынах, это слово, как бы, да, ну, оно звучит на майя, это перевод, вроде бы, по всему, да, какого-то не майяского, темно, он находится где-то на западе, и в земле, которая называется пять хлопковых, или, то есть, снежных гор, и вот, как было показано хаосным истеком, там речь, конечно, идет о вулканических пиках, да, потому что никаких снежных гор, у майя-то особых нет, значит, и, да, жена этого самого Хацунхуха, она вполне себе майя, зовут ее по-маяски, Хунинбалам, она происходит из Текальского царского дома, то есть, непонятно, да, какая у нее степень расстана, но, тем не менее, вот она в эту Текальскую династию вполне себе вписана. Значит, прекрасно, да, все это происходит, ну, вот, как бы, война между Текальевым и Шаптоновым майя, а все это остальное происходит где-то далеко, на западе. Значит, и дальше вот мы видим, что в одной из ретроссигналов в последующем, ретроспективном тексте восьмого века сообщается, что вот некоторый человек, которого зовут Сияхкак, тоже вроде бы по-маяски, но именно, сказать, не строится по-маяски модели, спустился, то есть, вышел из Винтенаха, и потом, значит, он приходит в земли майя с запада, и этот самый Сияхкак, он правая и левая рука вот этого Хацунхуха, значит, правителя Винтенаха. Значит, с ним еще приходит западный бог, да, специально употочняется, что это не просто бог, а западный бог. То есть, в майя его называют восемнадцатиликий змей, это такое, значит, существо, которого в Сияхкакане мы знаем, как мозаичный змей, это вот такая большая, значит, у меня мифическая, и главное, что по одному из текстов сообщается, что это было такое сложное путешествие, они специально подчеркивают, то есть, конечно, они не меряют там километрах или там в либах ни в чем, говорится, что через леса и потоки он пришел. Вот это такой элемент явно некоторого, ну, может быть, отчасти там эпического или ритуального, исторического текста, наверное, который подчеркивает, что это было длинное и сложное путешествие. Вот это как раз тот самый контекст, как появляются эти, значит, элементы в области майя. Значит, что мы в данном случае видим? Во-первых, значит, мы видим, что в последнее время появились такие детали, да, по дням уже. Мы знаем, что, значит, Сияхкак, когда он прибыл в землю майя, он сначала попал, да, в город Бака или Эль-Перу на реке Сан-Петро, это как бы, да, в западной части центральных земель майя. Потом, значит, это у нас 8 января, 15 января правитель на Ачтуна, это на севере, он себя приглашает боеначальником Сияхкака, и вот, значит, 16 января 378 года путешествие закончилось, Сияхкак прибывает в Текале, а отца Текаля он как бы умирает. Не то, чтобы его убили, он просто умирает. Значит, если на это посмотреть на как бы пространственно, то вот, собственно говоря, да, Эль-Перу и продвижение дальнейшей в Текале, да, да, а вот тот самый на Ачтун, тоже, так сказать, который каким-то он за ним связан. Значит, принимая во внимание, да, вот эту предшествующую войну, Текая с Вашей Ачтуном, судя по всему, в общем-то, да, это было не просто вторжение Чужеземцев, как его описывал, это Стурикова, и потом Дэвид Стюарт эту идею поддержал, да, но там, несомненно, конечно же, были местные правители, которые, в общем, это вторжение поддержали с большим удовольствием, да, потому что дальше мы видим, что система новая выстраивающаяся, она выстраивается, ну, в общем, в том числе с участием местных правителей, конечно же. Значит, вот это изображение, опять-таки, на этой вазе, оно, судя по всему, вполне как раз, значит, и, да, изображает некоторые такое путешествия людей, которые изображены в теотиуаканских головных уборах, так называемых головных уборах с кисточками, да, они приходят и уходят, как бы, из теотиуаканской постройки, да, идут, 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 значит, они, впереди идут воины с коптиметалками и дротиками, да, потом они приходят в землю Майя, и тут Майяская пирамида, вот, значит, ну, вот давно было предложено, еще когда нашли этот памятник в, значит, депозите 50, значит, что это вот какое-то отражение, может быть, нереального события, но некоторого идеализированного в любом случае события. Значит, что мы знаем вот об этом самом человеке, которого, да, Майя называют «котцом Куха», а он нам, значит, да, его иероглиф именной представляет собой изображение, так сказать, совы с щитом, копьеметалкой, да, и это, как было показано Дэвидом Стюартом, ну, и до этого другими исследователями, но Стюартом особенно хорошо показал, значит, это вот такой иероглиф теотиуаканский, представляющий собой, значит, да, иероглиф, связанный с именами и тоже именемблемой войны, да, значит, он вот действительно где-то там верховный властитель, да, правит он в этих пятиснежных пиках, да, значит, он одновременно носит титул и царь, и титул Каламте, да, вот титул Каламте тоже вроде бы слово майяцкое, но явно не имеющее этимологии, ну, в смысле, этимологии имеющие, не имеющие корней в терминологии майяцкое, да, мы его условно переводим в гегемон, ну, иногда даже император некоторые еще, дается, можно переводить, значит, да, и он четвертый царь династии, так его воспринимают майя, для них он совершенно нормальный правитель, значит, да, он проводит ритуалы почитания вот богов, в том числе того самого восемнадцатрикого змея, значит, да, на цветочной горе, то есть на некоторой пирамиде, ну, в общем, он действует как такой нормальный с точки зрения майя, значит, представитель некоторой династии, вот, по этому поводу, конечно же, да, можно высказать комментарий, что это, вот, так, майя видят, да, все это, может быть, они используют такую свою терминологию, но к этому вопросу мы еще вернемся, да, ничего сверх такого естественного для них в Хатцон-Кухе и других представителей нет, да, что происходит с майя под властью Тевакана? Значит, во-первых, вот сам Хатцон-Кух, он особо, как бы, не появляется, да, значит, вместо него правит, вот, да, Сияхкак, его правая и левая рука, он тоже получает титул западный гидимон, значит, а местные цари, они становятся его вассалами, да, причем, вот, в последнее время количество надписей, в которых сообщается, что, значит, правитель является вассалом, да, его царем буквально, Сияхкака, в общем, увеличилось, да, в Ашактун, Эль-Сапоте, да, в Рио-Ассуль, судя по всему, то же самое, поэтому, в общем, примеров довольно много. И в ключевых политеях устанавливаются новые династии, значит, да, вот, совершенно не то, о чем пишут Гребер и Вендроу, да, они пишут, что это, значит, титуаканцы, типа, женились на маяцких женщин, ничего подобного, да, значит, да, вот, в частности, основатель новой династии в Текале, он сын с этого самого отцом Куха и Текальской царевны той самой, да, значит, но при этом все равно вассал вот этого, да, правой и левой руке. Значит, и цари Майи, они периодически путешествуют, да, ну, вот, в Вендена, да, в Текуакан, мы так понимаем, чтобы получить там символы власти, вот, в частности, да, в 426 году, один из царевичей, ну, не из этой зоны, там, из Белизы, на территории Нижнего Белизы, он прощается в Текуакан, туда отправляется, он возвращается и основывает город Капан, да, основывает царскую династию, значит, значит, вот это основные города, в которых мы видим надписи, сообщающие о, значит, о связи с Сиях-Кахом, да, но это, собственно говоря, вся центральная часть области Майя, да, и в данном случае, ну, все ключевые города, где вообще есть какая-то, какие-то исторические сведения в эту эпоху, да, в конце 4-го, начале 5-го века, да, или даже какая-то последующая историческая память. Значит, помимо этого, вот как раз, да, результаты работы нашей, последних, показывают, что, судя по всему, вот помимо этого, да, Хацун Куха, как такого великого повелителя, гегемона, и, значит, Сиях-Каха, как его представителя, значит, да, и царей Майи, есть еще некоторые тетюаканские люди, которые, ну, выглядят как тетюаканцы, да, и одеваются как тетюаканцы, и, в общем, видна, именуются как тетюаканцы, которые появляются в надписях разных городов Майя, ну, и представляют собой вот некоторую промежуточную форму, да, вот, возможно, что это на месте. Вот знаменитое изображение на стиле 5 из Вишактуна, которое традиционно считалось изображением самого Сиях-Каха, значит, на самом деле мы понимаем, что это тетюаканский военачальник, которого, да, ну, правители военачальника, которого зовут Кеничмо, да, значит, и он здесь вот, да, с копиметалкой, с палицей, в общем, все как надо, да, в полном мире. Он появляется в Вишактуне, как, значит, было показано в нашей недавней статье с нашими коллегами славянскими, Милном Ковачем, Яковом Шпотком и Александром Владимировичем Сафроновым, значит, да, этот же персонаж появляется вот на этих знаменитых росписях из здания 13 Вишактуне в совершенно конкретном историческом моменте, значит, да, события там происходят 402-403 год, это церемония назначения наследника, значит, и вот сам Кеничмо, он здесь нарисован, да, как тетюаканский воин, вот, в левой части, да, он написан, что это он, да, и он отдает приказы, а, значит, человек, да, значит, Майерский, правитель Майи, он подчиняется, его поза, да, значит, собственно говоря, сам жест его, это жест подчинения и внимания, значит, да, кроме того, во второй сцене в этих росписях, этот же самый Кеничмо, он как гость в царском дворце, опять-таки написано, что это он, вот он сидит здесь справа, да, такой, а, значит, Вашаптонский цель с женой, они его принимают, значит, и здесь даже есть какой-то вот таинственно-непонятный тетюаканский иероглиф внизу, значит, да, вот Сэмонский, помимо подписей Майерских, еще включает в себя и иероглифику тетюаканскую, значит, да, вот, то есть, в начале пятого века этот персонаж, опять-таки, имя его перевели, безусловно, да, но мы знаем, что попугайобразные там птицы играют важную роль в тетюакане в его, в мифологии, очевидно, да, в бономастике, да, он, вот, как бы, надзирающий, да, за тем, что происходит в, значит, в Шахтуне, в важном городе, опять-таки, повторюсь, который, в общем, играет по-прежнему важный урод. Значит, да, другой пример подобного рода наместника, судя по всему, значит, упоминается на стеле 11 из Ешки, это город на юг, да, вот, текали в озерном крае, тоже важный, потому что контролируют пути на юг, значит, да, вот, долгое время считалось, что это стела 11 из Ешки изображает божество тетюаканское, хотя, на самом деле, это антрофоморфная фигура с щитом, копьем, да, и головном уборе с кисточками, на самом деле, у него на груди вылезан тетюаканский иероглиф, да, вот, наша документация этого монумента показала, что исполняйся тетюаканский иероглиф, да, такие же тетюаканские иероглифы располагаются вот на изображениях, связанных, которые найдены были в Центральной Мексике и там в других районах Мексиканского Нагорья, это его имя, да, нечитаемое, здесь даже не на майе его написали, он просто написан по-тетюакански, и, значит, да, поскольку в это время, значит, правители там в Ешки есть свои, они тоже там упоминаются в текстах, в данном случае-то еще один пример вот человека, который настолько важен, что его надо изобразить на монументе, но тоже не является, на самом деле, местным правителем, да, не включен в эту местную традицию. А, значит, что касается, да, вот, если попытаться это как-то концептуализировать немножечко, да, то у нас вот в этом смысле правители майя зависят от Сиявках, да, но при этом есть вот такого рода наместники, да, ну, или представители, да, как они называют, инспектора, в любом случае люди, которые явно представляют власть Сиявках, потому что где сам этот Сиявках находился, никто не знает, да, и, в общем, много по этому поводу предположений. На самом деле система управления, она гораздо сложнее, чем просто личные связи, да, и, судя по всему, примеров вот такого рода персонажей мы будем находить гораздо больше. Значит, сам Сиявках, он вмешивается в дела только крупнейших, да, важнейших городов, вот как в Текале, да, в начале пятого века в Текале происходит очередная борьба за власть, она вот в этой надписи, на, значит, да, на спине такой интерпроможной фигуры, значит, описана, да, там сообщается, что в 406 году Сиявках еще раз пришел в Текаль, да, вот первый раз он пришел в 378, 30 лет прошло, в 28. Он специально говорит, что прибыл в Текаль, а как? Да, во второй раз он пришел в Текаль. Зачем? Да, вот с чем это связано? Контекст здесь понятный, что, значит, да, его, ну, точнее, родственник, да, сын его Сизирена в 404 году, тот самый, значит, да, сын Хацон Куха и у Текальского владыки Текальской царевны умирает, да, его по тексту, который сообщает об этих событиях, заменяет какой-то непонятный персонаж, который царских титулов не имеет, больше не появляется, более того, у него места в династии нет. Да, то есть его упомянули, судя по всему, это был некоторый узурпатор, да, человек, который сменил, да, царя, а потом уже приходит к власти, да, настойный, так сказать, настоящий наследник, вот Сиявчанковит II. Значит, да, то есть Текаль в Текаль как вмешивается лично, да, а для других городов, чтобы побывать, например, в Шахтуне на, значит, представление наследника, у него есть свои представители. Вот опять-таки это говорит о том, что это, как бы, не какое-то путешествие, да, приключение, значит, или там, да, то, что называется, компания на случайное завоевание, а что это, в общем, некоторые системы, предполагающие даже в этих условиях более сложную модель контроля за государством, внимание. Значит, после 2014 года Сиявкак, он из надписи исчезает, да, а, значит, но зато опять начинает упоминаться вот его верховный правитель, его Сюзерин Хатсон Ку. Причем, значит, да, про него знают настолько, что дважды говорят, когда он умер, да, это никакая не Шангрила, да, вот опять-таки отсылая к этим метафорам, да, да, это, в общем, да, вполне себе город, с которым поддерживаются отношения, да, и государство, с которым поддерживаются отношения, настолько, что майяцкие, значит, песцы в двух разных городах сообщают, когда же умер от выдающихся человек, да, причем сообщают одну и ту же дату, все прекрасно, да, все нормально. Значит, и вот на 1420-х, 1430-х годов, они теперь уже говорят о том, что, как бы, да, Сюзерин, верховный правитель, он как раз Хатсон Кух, да, то есть Сиявкак от своего рода, да, ну, вот, если мы вспомним колониальную систему испанскую, да, это, как бы, да, вице-король такой, да, представитель, да, может быть, соправитель, но потом все, так сказать, опять возвращается на нормальный круг. Для майя Хатсон Кух это источник власти вполне себе легитимный, да, для них он верховный правитель, и он там продолжает именоваться западным, да, властелином или западным гегемоном и так далее. Вот один из примеров надписи, да, надпись совершенно, как бы, ну, никак не связанная с Тюканом вообще, потому что здесь главное рассказать о том, что женщина, это надпись на ушных вставках, да, что женщина, которая ими владела, она была приемной дочерью одного из царей, но при этом она все равно говорит, а он был, да, вассалом западного, значит, повелителя, западного гемона Хатсон Куха, да, и только потом уже говорит про его, значит, да, про его собственный титул и так далее. Это важный момент, да, это действительно источник легитимности, источник власти, да, а вовсе не какие-то модели для подражения. Значит, да, позже у нас есть свидетельства еще более, в этом смысле, активных контактов. Значит, да, вот знаменитый стелл 31 из Текали, 1445 годом, датирующийся важнейший памятник и с исторической точки зрения, и с идеологической, и с художественной, и со всех. Да, значит, это, ну, как бы, да, отпечатки с трехмерной модели, которую в 2013 году выполнил Александр Токовинин, когда мы работали вместе с Текали. Значит, да, и вот эта надпись, она для нас очень важна. Почему? Потому что она изображает, собственно, правителя, значит, да, правителя Текали этого времени, Сиявченковили, который внук, да, Теотиуаканского геймона, значит, да, и, так сказать, вроде бы какие-то эти свидетели имеет. А по двум сторонам стела изображены два человека с оружием, да, с копиметалками, со щитами в Теотиуаканском облачении. Вот эти вот специфические такие мозаичные шлемы абсолютно Теотиуаканские, которые встречаются в Теотиуакане и в иконографии, и на керамике, да, значит, в Терракоте. Да, вот это тоже такой специфический шлем, там, значит, зеркала сзади на поясе, все это, конечно, Теотиуаканское. И над ними надписи. Значит, долгое время устоялась с точки зрения, что это, да, основанное на идее Гавида Стюорта, что это изображение, собственно говоря, отца, да, покойного отца, изображенного правителя, ну, как бы в двух ипостасях. Получается, правда, очень странно, потому что отец покойного правителя еще и уже в таком теоморфном виде, да, летает, так сказать, как предок наверху, да, то есть он един в трех лицах, и, в общем, довольно странная точка зрения, интерпретация. На самом деле, ну, вот, так сказать, да, просто, чтобы было видно, как детально прорисованы все эти, значит, элементы чужеземные здесь. Здесь, значит, да, на самом деле, вот два пассажа, которые начинают обе эти подписи, значит, да, вот теперь, собственно, предлагается читать совершенно по-иному, да, что это на самом деле указание на то, что это изображены внуки, да, этого самого Яшнунахина, да, предыдущего царя. Да, это образ или это изображение его внука. Значит, да, вот в одном случае это, значит, этот внук, значит, да, это внук Яшнунахина, внук по женской линии, да, потому что термин мам, это время, значит, внук по женской линии. Значит, да, это изображение внука Яшнунахина, царя Тикаля, да, внук этого зовут Нипомайя, да, это странный набор слоговых знаков, которые на Майя значения АПОВОКа не имеет, и, как неоднократно предполагалось, воспроизводит их-то иноязычное имя, вот это ЧАТА ВАЙНАА, значит, да, он, да, вот тот, который, так сказать, да, у нас в левой части сцены, он, значит, назван вассалом, тоже человек, которого зовут странно совершенно непомаяцки ТОЧА ВАТИ, значит, и странные у него титулы, как, опять-таки, предполагалось в свое время Стюартом и Лакаденой, а недавно было обосновано Альбетом Шадчим Давлетшиным, это запись, безусловно, Теотиоаканских имен и титулов. Значит, да, вот один человек из них, вассал, да, и он, как бы, из ранга Ахау, то есть, из ранга царского, значит, и, соответственно, и этот самый его сюзерен, да, который ТОЧА ВАКИ, он сын Хацун Куха, так сказать. Второй человек, который нарисован, да, как бы, с правой части сцены, и который воин, скорее, он тоже внук Яшнунахина, да, зовут его тоже, не странно, значит, там, ЦАЛАПО и так далее, и он военачальник, да, специально сообщается, что он военачальник повелителя, как бы, да, и царе Атикаля, значит, то есть, он тоже из высокого ранга, но, так сказать, ранга не царского, да, то есть, это дети, значит, да, то есть, племянники вот этого, да, персонажа, изображенного, значит, на лицевой стороне Стелла, да, дети его сестры, значит, да, сестер, точнее, даже, скорее всего, которые, да, были, в общем-то, безусловно, где-то там, далеко, опять-таки, в Теотиоакане, безусловно, а, ну, Винтынахи, а, отражение Винтынахи с Иотиоаканом, сомнений вот сейчас, ну, у кого-то, может, вызывает, но у большинства исследователей. Значит, да, опять-таки, свидетельство контактов не просто, да, то есть, не просто они ждали новостей, умер, не умер, да, контакты активные, да, контакты, несомненно, значит, да, постоянные, контакты династические на этом уровне. Это, как бы, возвратный брак такой получается, являясь, как бы, и так внуком, значит, по, значит, там, по женской линии царей Текаля и сыном Теотиоаканского правителя, Ашунахин еще и своих дочерей отправляет обратно в Теотиоакан за каких-то там выдающихся важных людей, да, опять-таки, с точки зрения майя, да, вот эти чужеземцы, они, как бы, выглядят как совершенно нормальные, ну, не то чтобы майя, они не знают, что они чужеземцы, они рисуют по-другому, да, но они, для них не составит проблем их однозначно интерпретировать, да, они присваивают им определенные майяские категории, вопрос там, да, точности перевода, опять-таки, это вопрос следующий, да, но картина предстает здесь совершенно однозначная. Значит, да, следующее поколение, следующее поколение, это как раз у нас эпоха, когда происходит разрыв связей, и, да, вот правитель Кан-Четан, который, получается, правнук, да, значит, Хацон Куха, значит, Каламте этого, он, да, с 404 года соправитель своего отца, видимо, чтобы избежать этой династической проблемы, сам он где-то в 457 году становится самостоятельным, и вот на стеле 40 он себя рисует держащим тетю Аканскую корону, на стеле он установил в 468 году, да, в случае там окончания календарной церемонии, и он себя называет западный Кави, да, значит, да, не Каламте, то есть гегемон, а Кави, что это вообще за таинственное появление? Вообще-то, это среди титулов Сиях-Краха, уже, да, нам и обсуждавшегося, это полный, ну, практически синоним, да, Сиях-Крах себя называет как Каламте, так и Кавиль, да, иногда он себя называет западный Кавиль, и, в общем-то, да, кстати, впоследствии в Текале тоже он используется, пока Текальские цари себя не называют, однозначно, как бы Каламте, ты уже в шестом веке они себя начинают называть, они себя называют западные Кавили, значит, ну, это просто вот, да, если кто-то смотрит за интересующихся иерархи, вот примеры записи, где Сиях-Крах назван Кавилем, да, и, значит, два текста более поздних, где он назван западным Кавилем, да, а те два текста, они, в общем, вполне все синхронные, не конца четвертой улицы. Значит, что такое западный Кавиль, как мы это видим? Вообще, конечно, это явно связано с термином Кавилаль, да, значит, и, видимо, как бы это имеет значение «властелин», потому что, появив, ну, ставшая недавно известная вот эта надпись, сообщающая о падении царской династии Кануль во VII веке, она описывает перенос столицы следующим образом. Нет, да, Кавилаля, да, нет власти в городе Кануль, да, и власть оформлена, соответственно, вот в Куштетуне. То есть, да, когда это используется как титул, это некоторая абстрактная идея, судя по всему, власть ритуальная, потому что она связана, там, не с войной, скорее, по другим данным, но в то же время, когда, значит, она используется как титул какого-то человека, то вот, ну, там, да, она означает «властелин», она означает тоже, как бы, некоторую верховную власть в данном случае. Таким образом, вот где-то в 460-е годы, очевидно, как бы, да, разрыв происходит у нас, значит, и Тикаль начинает претендовать на то, что он собственный, да, свой собственный город, да, никому не подчиняющийся, что тикальские цари, они сами по себе привелают. А у нас в текстах Майи, кстати, упоминается еще некоторое количество этих самых гегемонов, да, неизвестно, правда, пятый где-то век, привязка точная, экологическая, непонятно. Суть по всему, они где-то там после Хацон Куха, который умер в 439-м году, да, то есть он правит с 374-го по 439-й, в общем, довольно долго, естественно, да, это такая выдающаяся была фигура, да, вот здесь в одной из надписей, здесь, значит, две надписи, там какие-то вот непонятные персонажи, тоже, как бы, присутствующие, опять-таки, да, значит, это не абстрактное сравнение, как там пишут, да, Гребер, значит, с западными леди и джентльменами, нет, да, это отсылка к, опять-таки, источнику верховной власти, который вне положен. Конечно же, здесь, как бы, сама все модель, да, этого самого, значит, правительство чужеземца, да, она, конечно же, важна, потому что это способ избежать, сказать, соперничества с местными, но в то же время это вполне конкретные чужеземцы. Значит, более того, когда вот Тикаль, так сказать, разрывает эти отношения, да, ничего подобного, неизвестно сказать, что все сразу про это забывают, нет, да, вот у нас есть пример, когда, значит, новая династия, там, на юге, она пытается, значит, завязать свои отношения с Теотиаканом, да, и вот специально для этого на холме, там, на высоком берегу реки Пасьона, это важный торговый путь, на юг, в Комню Гватемалу, значит, местный правитель сооружает такой небольшой центр, стоит три стены, где себя рисует в Теотиаканском облачении и себя специально называет внуком по женской линии какого-то Теотиаканского владителя, правда, не с титулом верховным, да, а с таинственным титулом, непонятным, да, птичьим, шик, да, который язвик, ну, это тоже какой-то перевод, значит, да, ну, вот это те самые монументы, такие тоже очень специфические, то есть, опять-таки, даже когда Текаль предлагает свою собственную модель, да, вот мы, в общем, да, верховные правители Текаля, и все, это все равно источник власти и легитимности для других, значит, для правителей другой, из других городов, значит, это не заканчивается, да, на самом деле мы видим в начале VI века новый всплеск, значит, да, и это, опять-таки, события исторические, да, здесь вот опять такая династийная, событийная история. В 508 году Текальский царь Чак-Ток и Чак-Третий, он, значит, уже получается в четвертом поколении, значит, потомок, значит, отцом Куха, он оказывается втянутым в войну на западе, в бассейне Киусу-Масинты, значит, его полководец, он попадает в 58-м году в плен к одному из местных царей, а про самого Чак-Ток и Чака мы знаем, что он умер не из его собственных текстов, а из текста тоже из западного города Истанины, да, то есть где-то там далеко на западе, значит, и в то же время, значит, да, вот через два года после этого царь местный, да, западный, да, Якимов Ядас Негроса, он, значит, становится, как бы, переходит на сторону новой власти, да, вот Чак-Ток и Чак умер, прекрасно, теперь, соответственно, мы возвращаемся опять, да, потому что там появляется некоторый Тахому Каптун, западный Егемон, опять с этим титулом, да, западный Егемон, который, значит, да, тоже чужеземен, но он опять какой-то источник верховной власти. Значит, вот, собственно говоря, причем в позднейшее время, уже там через 150-200 лет, в Якибском царстве об этом помнили и вообще считали, что именно с тех пор у них такая вот, значит, легитимная власть, то есть у них есть свой собственный основатель, но в то же время дополнительная легитимность была признана вот связью с этими самыми чужеземцами. Значит, и, да, вот это с 7 века памятник, значит, который изображает, там, сбор подвластных правителей, значит, Египским царем, и здесь специально в тексте про это еще раз повторяется, что в 510 году он получил символы власти. Более того, очевидно, только в 7, то и в 8 веке была такая еще вырезана надпись на деревянной шкатулке, которую нашли там в одной из пещер, и Марк Зендер ее прекрасно понализировал, показав, что это как бы та самая историческая память, которая дает возможность сконструировать вот эти новые дополнительные модели легитимации. Значит, это рассказ о том, как вот, да, правитель начал 6 века, я так путешествует на Запад, ну, практически как, да, вообще можно ожидать там китайский роман. Значит, в этом тексте сообщается, что, да, ну, это вот, собственно, сама прорисовка, да, в этом тексте сообщается, что в июне 510 года этот царь Якива отправляется в Витенах, ну, там упоминается Витенах, да, значит, и в ноябре 510 года, это тоже событие, которое упоминается, значит, да, вот на монументе, на притолоке, он получает мозаичный шлем, который называется Кохау, предликом Тахопу Каптуна царя Витенаха. Потом он там остается, он принимает участие в каких-то церемониях, да, значит, и после этого он продолжает себя называть в надписи 518 года, это надпись как бы синхронная, начало 100 века, он рассказывает, что он воссал западного демона. Опять-таки, это вовсе не, значит, какие-то там отсылки, это совершенно конкретные события, которые с точки зрения майя и означают получение вот этого новой формы легитимности, да, обретение новых символов власти и так далее. Более того, это не событие мифическое, когда-то там наш предок отправился и получил, как это там в позднейшее время, постклассик, он так и че рассказывает, наши предки там путешествовали к накшиту и там получили. Это совершенно конкретные события, которые описываются в синхронных текстах и потом в текстах ретроспективных. Значит, и, собственно говоря, да, память об этих чужеземцах, она вообще везде остается. А вот это опубликованное в 2017 году нами, ну, это развертка сосуда, который поздний, да, седьмого века, но он, собственно, изображает какого-то местного питенского, да, майяского правителя, значит, который как связан с Тикарем, очевидно, был, и того самого Сияххаха. Он нарисован как бы, ну, профиль у него майяский, но на самом деле он все равно нарисован как теотеваканец. У него оружие теотеваканские, символы власти теотеваканские, да, вот здесь про него специально говорится, что это Сияххах, жрец, да, винты нахи, да, чахом, рассыпатель капель. Ну и вообще это вот такой важный момент, про них помнят, да, опять-таки это не какой-то вот аппартунистический поиск чего-то такого, это важнейший элемент прошлого, который постоянно актуализируется, ну, не прям через тысячи лет, да, но в данном случае вот между событиями 378-го, там, 406-го годов и этой вазы прошло, ну, по крайней мере, я думаю, около 300 лет, может быть, даже 350, это там седьмой, может быть, начало восьмого года. Вот, а, значит, да, вот таким образом, если мы теперь от этих всех моих любимых элементов, исключительно династической истории, политических сюжетов, перейдем к некоторой попытке, да, концептуализации. Что такое Теотио-Акадская гемония глазами майя? Во-первых, это не просто изолированное событие 378-го года, да, то есть не то, что пришли чужеземцы, да, пришли, понюхали, ушли, прочее. Да, на самом деле это включение майя в новый, да, в новый порядок, собственно говоря, этот термин, заимственный, естественно, из-за, там, истории США, да, применяют Саймон Мартин и Николай Грюбек описание этого, да, новый порядок, вот они так и говорят, да, не он. Это, как бы, новая система, в которой майяцкие города, значит, зависят от Верховного Геймона, да, при этом сам Верховный правитель, да, как бы, наивысший, Хацон Кух, он правит где-то там в Интынахе, повторяю, он происходит из династии царей для майя, он совершенно легитимный источник власти, и сам в себе царь, да, и из династии. Причем, если он четвертый и взошел на трон в 374 году, то, значит, его династия где-то там во второй половине третьего века стартует. Значит, да, управляет землями майя вот его правая и левая рука, да, значит, и Ахках, у которого все титулы такие же, но все равно он, как бы, чуть пониже статусом, да, может быть, какой-то родственник. И более того, они активно вмешиваются в дела майя. Это не так, что вот пришли, завоевали, ушли, и после этого майя их почитают и пользуются. Нет, да, участие там в назначении наследников, да, вот это второе прибытие в 46-м году показывает, что контроль, ну, опять-таки, для, повторюсь, для условий мезамериканских с проблемами логистики и всем прочим, контроль, в общем, ну, не хуже, чем мы потом видим у астеков уже в 15-м веке, да, в начале 16-го. Значит, правители майя связаны с Ахкахом личными связями, и для них он, опять-таки, человек, который, как бы, да, быть вассалом, или царем, да, кого достойно. Это не понижает, значит, никоим образом статус правителей майи, у которых там некоторые предки, да, значит, давным-давно были как-то связаны там с божествами даже иногда и так далее. Никоим образом. Это вполне легитимный источник власти. Причем позднее они лично зависят от как раз Хацон Куха, значит, и, да, то есть вот эти правители Винтенаха, да, которые и есть те самые чужеземцы, театраканские, они, в общем, концептуализируются и понимаются майяскими, значит, историописателями, да, и в последующем, и синхронно, да, значит, с писателями, которые пишут, как совершенно нормальные правители, значит, без всяких проблем и так далее. Более того, они и в иконографии майяске, как они перелагают иконографию власти театраканскую на свой марк, они носят все символы власти, которые вообще и в театракане являются символом высокого статуса, да, главной убор с кисточками, это главной убор бога грозы и дождя, да, так называемого театраканского плавака. Он его носит и люди высокого статуса его носят, потому что они, так сказать, являются его, там, имперсонаторами, да, его культ отправляют и так далее. Это совершенно нормально, опять-таки, для майи эта модель абсолютно нормальная и они просто, да, ее переводят. Значит, помимо царей вассалов были некоторые театраканские наместники, плечевых центров, но как минимум у Шахтуни и в Ешке, но, видимо, я думаю, что на ней больше. Вот, значит, и, как бы, а Текарь все равно играет ключевую роль, потому что это вот отпрыски династии, да, все-таки они имеют полное право, да, и вот там к власти приходит сын к отцам Куха, его потомки, и они, в общем, в дальнейшем продолжают здесь править. Значит, да, продолжаются активные династические связи и вот 430-440-е годы, да, вот это династический брак, значит, да, из Тиотиуакана племянники приезжают к своему дяде на помощь, на службу, непонятно зачем, но тем не менее, они реально присутствуют, да, они упомянуты, они записаны. То есть, вообще, если посчитать, то эта гегемония с 378-го продолжается, на самом деле, около 80 лет. Давайте будем честны, не каждая раннегосударственная, да, там, империя, гегемония, держава, как я им назови, существует 80 лет, ну, вот в таком, причем, довольно стабильном состоянии, в том смысле, что, как бы, да, что подчиненные, подданные, признают легитимность этой власти, да, что в раннегосударственных, такого рода образованиях, да, макрополитийных, значит, довольно сложно всегда. Значит, и вот только уже в 460-45 году, когда Канчатам приглашает себя западным властелином, все, так сказать, переворачивается, но это, видимо, связано, наверное, может быть, со сменой власти у Тиотиуакана и так далее. Опять-таки, вот, возвращаясь к той теме, которую уже в свое время, значит, ну, я, как бы, немножечко задал, да, существует точка зрения, высказывают, и, так сказать, там, и упоминают, и Греберсвендров, и некоторые наши мексикалки, но это просто майя так называют, да, на самом деле это все не так, а майя, они, ну, они в своем дискурсе, да, они поражены в свой дискурс, поэтому они, значит, используют те термины, которые они знают. Это, с моей точки зрения, довольно странная такая попытка объективизировать антопологические исследования, потому что предполагается, что, как бы, автор лучше знает, чем жители Мезоамельки V века, как было организовано соседнее с ними общество, с которым они находились в контакте, потому что он, да, ну, я понимаю, когда, в этом говорят археологи, претендующие на некое знание, так сказать, абсолютное, да, потому что археология лучше, чем и письменные источники, но когда об этом, так сказать, вот говорится в контексте того, что мы должны искать вариативные модели, мне это кажется все-таки довольно странным, но, опять-таки, здесь, может быть, сказывается, да, и историческая подготовка, и тот факт, что для историка, для него, так сказать, реальность неисточниковая, она всегда под гораздо большим сомнением, чем реальность внутриисточниковая, конечно же, значит, да, вот если от всех этих деталей политической истории и отойти, то, в общем-то, повторюсь, да, Майярская модель, значит, взаимоотношения между Майя и Теотиаканом и вообще Теотиаканской геймонии, она такова, да, что это какие-то на Западе находящиеся великие цари, да, слово, как они назывались на Теотиаканском языке, мы не знаем, да, ну, возможно, это какая-то ранняя форма науатля, да, или чего-то там такого новоязычного, ну, неважно, да, значит, да, это великие цари, более того, у них еще свой собственный титул, как бы, который выше царя, да, они не просто завоевывают, но они, скажем так, легитимно завоевывают, да, они являются источником власти, и не стыдно про это потом говорить, да, в исторической памяти этот источник власти запечатлевается и остается, это очень важно, более того, они присутствуют постоянно, да, они далеко, до Запада, конечно же, сложно, но, опять-таки, значит, если мы посмотрим на вот здесь, я как бы не стал их приводить, примерно все, как бы, вся, все случаи, когда у нас есть некоторые хотя бы примерные указания на то, сколько времени люди идут из этого далекого Интенаха в земли Майя, это всегда примерно где-то в районе, ну, там, 140-150, ну, от 130 до 150 дней, то есть примерно столько времени, сколько можно потратить, если вы пешком, да, там, с носилками, с носильщиками и всем прочим, да, иногда по рекам идете из земель Майя в центральный мир, я не пробовал ходить пешком, но, подозреваю, что, наверное, где-то у меня полгода бы это заняло, вот, да, значит, отправляется с Яхках, да, значит, и потом через вот там примерно около 150 дней он появляется в землях Майя в 4 веке, потом, соответственно, значит, туда Кенич Яшкукмо, будущий Капанский царь, он тоже выходит из Интенаха с символами власти, там он получает власть эту самую, да, это сам Яковин, и приходит тоже где-то через 140 с чем-то дней, значит, и тоже примерно столько там, примерно столько же дней тратится, вот, да, Якипским царем уже в начале 6 века, но чуть меньше, потому что, как бы, да, Якип, он на Западе, да, по сравнению с Якипом, значит, чтобы добраться в Интенах, да, значит, и там все эти события, значит, произвести. То есть, опять-таки, да, Майяские историографы, да, историописатели прекрасно, да, могли считать, ну, они, как бы, опирали, безусловно, источники, историопротографы там, да, рукописные или какие-то еще, но, тем не менее, они прекрасно знали, сколько времени туда на детей. Это, опять-таки, повторюсь, вовсе не Шандрила ни в коем случае. А, значит, поэтому и более того, вот эти события начала 6 века, когда мы видим опять неожиданный всплеск борьбы, они, в общем-то, показывают, что и, как бы, да, вот, это, так сказать, опять не просто так вот некоторый источник далекий, а это вполне себе реальная политическая сила, да, вот эти, как бы, с которой Текаль сталкивается, да, на сторону, которой переходят местные цари и которые во все эти дела активно вмешиваются, да, в начале 100 веков. При этом, в общем, там всего через 50 лет у нас, судя по новым датировкам, происходит падение Тетю Акана, да, значит, знаменитый пожар большой, который теперь датируется где-то, там, серединой или последней, или третьей четверти шестого века, так что, в общем, времени не так много, да. А, значит, мы, в общем, если это, опять-таки, все переносим, как бы, в нормальную историческую плоскость, то мы видим, да, вот такое большое макрополитическое образование, да, большую макрополитию гегемонистского типа, созданную военными силами, который существует в 88 лет, вообще-то, дольше, чем существовала Астекская Тройственная Альянс, да, или Астекская Империя, да, именно в виде Тройственного Альянса. То есть, в общем-то, это, так сказать, постабильнее, чем многие последующие крупные макрополитии из американской постклассической эпохи, значит, да, которые вполне себе контролируют зимний майя, да, за тысячу километров, да, контролируют, безусловно, при помощи, с одной стороны, династических связей и всего, что у нас обычно бывает в таких, да, династически организованных политеях, но в то же время, да, и, в общем, очевидно, при помощи какого-то, там, контроля, да, более серьезного, по крайней мере, вот эта идея с наместниками, она об этом говорит. Значит, и, да, вот никаких, ничего такого необычного или странного, да, советов, ассамблей, ничего подобного в маецких сухихах не видно. Значит, можно, конечно же, опять-таки предположить, что вот там, да, майя царем называют, да, или там великим демоном называют председателя Совета Верховного. Ну, с точки зрения, я не знаю, там, какого-нибудь, может быть, африканского вождя, значит, ну, Леонид Ильич Брежнев, тоже, наверное, он мог его рассматривать как великого вождя, и так далее, значит, да, но, то есть здесь можно уже про терминологию, да, говорить, там, о каких-то формальных формализаций, но, опять-таки, ну, давайте будем честны, не настолько, как бы, настолько ли неправ был бы, ну, условно, африканский вовсе, или там какой-нибудь, я не знаю, там, лидер общины юзноамериканской, если бы у него казалось, что, в общем, он интерпретирует, там, Леонида Ильича Брежнева, ну, или там, я не знаю, кого-нибудь, Никита Сергеевича Хрущева, как правителя великой империи, да, милитаристской и так далее, как он бы он ни назывался. Значит, характер-то власти, мы прекрасно понимаем, все равно был тот самый. Значит, и, вот, да, как бы это ни называли. Значит, да, и потом, опять-таки, когда мы видим другой пример восприятия майя чужих социально-политических структур, например, уже в колониальное время они описывают в своей терминологии испанскую власть. Ну, конечно, они называют, значит, там, Карла V или Филиппа II, наш великий владыка там, да, за океаном и так далее. Значит, да, иногда используют слово император, да, записывают, ну, там, что у них, как бы, уже его нету. Но, тем не менее, они вполне нормально все описывают, да, в общем, ничего такого, что, как бы, да, вот, какой-то был культурный шок, который не позволил бы им понять организацию власти испанскую. В общем, да, мы этого не видим. Поэтому предполагать здесь, что это вот просто такой был культурный паттерн майя, который вот исказил совершенно их перспективу, а на самом деле у нас была демократия и соушиал-хаузинг и все прочее, значит, мне кажется, совершенно излишне. Значит, вот поэтому, как бы, подводя общий итог, мне кажется, что непосредственно, да, вот исторический, прямой такой исторический подход, он, в общем-то, позволяет, ну, не просто считать такого рода интерпретации, интерпретациями, основными, больше, может быть, скорее, на внутреннем убеждении самих авторов, но на самом деле, в общем-то, и, опять-таки, выводит нас на более общую проблему того, а есть ли в Незамерике некая единая цивилизационная модель, да, политогенеза, организации, да, мы знаем, что она была вариативна постклассику, прекрасно, да, вполне возможно, что она была вариативна и в классическую эпоху, как бы, никто не спорит, да, общество гиперархического типа, там, да, известного майя, вот, так сказать, мой доклад, значит, это нашим семинатором был посвящен, как бы, да, но это совершенно не означает, что надо везде найти. У меня ощущение, что вот, значит, увлечение этими модными идеями, особенно после работ Блендона, там, Фаргера и Рейди, про Тлашкалу, где они действительно показали, что там такой-нибудь эгалитаристский этос присутствует, да, и вообще, ну, кто бы удивлялся, это, значит, военизированная политея в горной зоне, которая должна выжить по-инатически, собственно, воинственных соседей, прежде всего, на астекской державе, вот, так что то, что у них там такая эгалитаристская, значит, эгалитарная идеология, в общем-то, не удивляет, вот, значит, но после того, как вот они это продемонстрировали, это слово демократия прозвучало, это в Science была статья, где сказали, вот, значит, да, исследователи доказали, что у нас есть демократия в Америке, это стало так популярным, и все теперь хотят найти какую-нибудь демократию или какую-нибудь модную альтернативную точку зрения, вот, или модную вариативность, значит, ну, совершенно не озабачиваясь тем, чтобы понять, а что же конкретный материал говорит об этом или не говорит, вот, и, да, вот, в данном случае не потому, что я не люблю там демократию, гиперархию, шоу-шел-хаузинг и все прочее, вот, а, значит, а просто, как мне, жутки, представляется, особенно при изучении таких далеких, значит, от нашего региона и от нашей культуры, обществ, да, и таких далеких объектов не очень-то имеет смысл свои собственные представления о том, общество должно быть организовано, значит, да, вот экстраполировать на, как бы, описываю объекты, да, ну, Гребер, не Гребер, не Вынгро, они не изучали, да, не за них, ну, в общем, явно экстраполировали, вот, конечно же, да, разного рода формы, да, Экалитаризированные, гетерархические, основанные на распределении власти, децентрализованные, конечно же, были. Никто с этим не спорит. Но, по-моему, все-таки явно не эти у ТЮАКа. Не с этой точки зрения, мне кажется, вот именно с металлогической точки зрения смотреть на это через реальную историю, а не просто через красивые модели, позволяет существенно эти модели не просто подкорректировать, но и опровергнуть. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Это всегда очень интересный и конфликтовый доклад. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Если у вас есть вопросы в Zoom, то, пожалуйста, не стесняйтесь задавать. В Телеграме, я прошу прощения. А вот вопрос есть из-за... Да, пожалуйста, поправлю, пожалуйста. Вы были примеры зафиксированного порицания этих событий в этом закатном поле, когда они перестали иметь подобное сильное влияние? То есть понятно, что была эпоха, которая была статусна в использовании и употреблении этих атрибутов власти и прочее. А когда они начали терять влияние, были ли случаи, когда народ лучше было показать свое предназначение и то, чтобы предназначение оборотить? Ну, это сложная ситуация. Дело в том, что вот как раз когда в традиционной модели развития, потому что, повторяюсь, это, в общем, 70-е годы, вы сказали, 70-е годы идей, она посчитала идея о том, что в Текале вот как раз в пятом веке происходит некоторый мальяский ренессанс. Вот до этого они все ориентированы в моду западную, в тюрканскую, а теперь они все возвращаются к старым моделям. Почему? Потому что вот такой прямолинейный перенос образа правителя монументальной скульптуры, который там есть у нас в четвертом веке, он исчезает. Старые каноны возвращаются, изображения в профиль, которые так любят майя, вне ситуации и так далее. Вот, и, значит, да, поэтому вот в историографии такая точка зрения сложилась. На самом деле это, как мы теперь понимаем, читая непосредственно тексты, в общем-то, не то, что не совсем так, а совсем не так. То есть то, что они рисуют по майяским канонам, не означает, что они не используют терминологию ту самую заимствованную, не считают, что теперь сами майя, вот сами текальские цари, не считают, что они теперь сами. А используют они, опять-таки, используют, конечно, майяское понятие, да, ввестилина какое-то время. Значит, но нельзя сказать, что они порицают или отрицают, нет, да, скорее, значит, вот прям отказа такого четкого, да, нету. Есть возвратная магенизация, она, безусловно, есть, да, и есть на какое-то время в этих двух поколениях, я думаю, где-то 460-го по там 520-е, 30-е, ну, наверное, 510-е годы, есть попытка перевести эти термины чужеземные, да, гегемон, вот в этом исключительно майяскую систему, да, поэтому. Но потом, в общем-то, возвращается, это старая идея, да, значит, вполне себе следующие текальские правители называют себя просто, да, гегемон и все, да, термин, который, судя по всему, этимологический, там, и по-разному пришел от запада, и, в общем, да, и западный гегемон, и так далее. Потом, правда, появляются там, идея, как бы, чужеземности теряется, и появляется идея, что это западный гегемон, значит, на западе, и появляются на севере, там, на юге, на всех прочих, но это уже в дальнейшей развитии идеи. Нет, да, не происходит. Более того, потом в конце уже, да, в эпоху, так сказать, близкую к коллапсу классической связи Майя, когда появляются некоторые, да, группы, опять, чужеземцев, видимо, связанные подрежью Мексиканского долина, но это миграции, да, такая сложная история, не очень понятная, с точки зрения чистой, да, как бы, событий и комбы, значит, исторического контекста, их опять осмысляют в этих, да, старых, значит, терминах, да, потому что, ну, мы понимаем прекрасно, что там какой-нибудь, да, там, есть ряд человек, ряд людей, там, Попомолей, Лолом, там, значит, Питоль, они, конечно, сами себя не называли, да, там, значит, очки, колонты, значит, да, на лимфическом, да, они как-то себя называли по-другому, но Майя их все равно описывают в этой системе, как она. Вот эта идея западной власти, как власти важной, она оказалась вписана, да, в вот эту систему, причем до этого, суть по более ранним текстам, да, которые сейчас стали появляться, ничего такого нет, да, это, так сказать, модель, которая формируется в совершенно конкретной исторической ситуации, и потом дальше продолжает существовать. Но она вместе с классической завигацией в целом гибнет, хотя вот такая общая идея того, что с запада приходит некая там власть, она потом периодически появляется, ну, потому что Майя продолжает взаимодействовать с центральной Мексикой, с побережью Мексиканского залива и другими, находящимися для них на западе. Ну, вот, например, да, что интересно, что в постклассическую эпоху есть у западных чужеземцев какие-то, ну, не совсем будут прям негативные, но отрицательные коннотации есть, да, вот, как бы, да, западные чужеземцы, да, используется специальный термин чужеземец, да, цуль, и так далее, вот, значит, эти самые чикин, цуль, да, вот они там в ряде текстов, как какие-то, ну, такие странные люди, да, значит, в классику такого нету, да, западный, это, да, западный бог, западный геймон, это хороший, ну, в том числе, он, конечно, опасный, потому что он воитель, да, и так далее, и это бог войны, да, ваш оклан бог Чан связанных войн, но все равно, как бы, обладающий ценностью. Спасибо. Можно еще два вопроса? Да, конечно. Пожалуйста, пожалуйста, один раз про вот этот вопрос, 17 лет во змеи, который был привезен, насколько его пульс как-то ввели с ними общие обряды, там, ритуалы просто не поводят, как гиблицы, как гиблицы вообще гиблицы, и, собственно, про расстояние, которое проходится в 130 суток между одним и другим, а чем оно было населено, если было чем-то? И, ну, понятно, зачем нужно было идти за этим мозаичным шлемом, насколько далеко, но какая связь была между тем, что... Значит, ну, 18-ти лет из мира, он, как в Ашаклаху-нубах Чан, или в Ашаклаху-нубах Кан, там, в разных, да, значит, текстах, в зависимости от, значит, диалекта, видимо, или в зависимости от традиции записано, он остается вполне себе майярским богом, его почитают, да, его имя берут в качестве теофонного имени майярские цари, и, вот, поэтому, да, в общем, совершенно нормально, но он по-прежнему выглядит странно, это вот такая, значит, когда он там своей интерпоморфной ипостаси изображается, то это вот такая интерпоморфная фигура с немножечко, да, такой змеиным, значит, змеиными элементами, но часто он изображает только раз змей, у которого, ну, не 18 точно, да, значит, но много голов, вот на одной из зарезных приколах в Текаре, в конце седьмого века он прям нарисован, да, змей, тело которого образован такими мозаичными, да, с бляшками, да, мозаичными пластинками, и у него много голов, да, то есть целиком, если почитать, 18 не набирается, но, ну, как бы, штук по 10 там нарисовано будет, вот, он становится одним из божеств, все помнят, что он божество чужеземное, безусловно, но при этом, да, вполне себе он инкорпорируется в общий, ну, назовем их условно, пантеон, да, тем не менее, да, пантеон здесь сложный, но, тем не менее, вот, и, ну, его почитают, как и других богов, да, его вызывают, призывают, да, как и других богов, значит, он связан с войной, в некоторых городах он популярен, в некоторых городах не непопулярен, что там Копанин, его очень любят, ну, потому что у них вообще вся, так сказать, легитимность связана с, да, вот, с приходом из Запада, там вся династия на этом завязана, вот, поэтому, ну, в общем, да, он инкорпорируется в этом смысле, то есть память о том, что это чужеземный, она есть, да, вообще вот эта память о чужеземных, я про нее, как бы, вдаваться в подробности не стал, но есть несколько исследований, очень интересных, которые показывают, что это остается вот в, опять-таки, в символике власти и так далее, вот это, да, происхождение ее на Западе, оно замирает на ужине, в том числе, материальных проявлений, вот, и потом, кстати, когда уже Чеотиоакану никакого сути письма нету, ну, или он, там, почти весь разрушен, в восьмом веке, майя все равно, зная, что где-то там что-то такое вот, был такой на Западе, и вот есть какой знаменитый майя-теотиоаканский, так называемый, условно, бескрипт, хотя это неправда, это не надпись на майя и параллельно на Чеотиоаканском, а это попытка майя написать своими иероглифами, как если бы писали Чеотиоаканский, очень красивая вещь, вот, но это, да, это уже культурная память, скорее, это не о том, вот, значит, да, поэтому, ну, вот, нормально совершенно, кто был посерединке, да много кто был, мы просто толком же не знаем, как шла непосредственно сама, да, армия, потому что это была, скорее всего, армия, да, потом у нее были, там, интингенты майяские, вот эти союзные, да, довольно текали, ну, были, значит, ну, скорее всего, сначала, ну, как мы это можем реконструировать, сначала это был так называемый Теотиоаканский коридор, который идет по северу штатов Коэбла, там, в общем, довольно, ну, с самого начала был выстроен такой коридор контроля за торговлей, совсем прочим, потом они еще не выходили на побережье Мексиканского залива, и там были культуры местные, там есть очень важный город Матакапан, значит, неподалеку, в долине Китымаху, там, значит, неподалеку от горства Усла, это город заменит тем, что в свое время, в 80-й год, там был раскопан квартал Теотиоаканский, туда приехали люди из Теотиоакана, и там и остались, это такой вот технический замкнутый анклаф, они там сохранили свою материальную культуру какое-то время, роби-центры там много работал, а потом через побережье, значит, Мексиканского залива, они попадают, сказать, в западную землю майя, и дальше вот уже сначала по Усумасинти, потом вот это Сан-Кедра-Мартир, не зря там, не знаю, в Атанах появляется сначала Чехтикалик, явно, это, так сказать, те пути, которые мы знаем, потом используются как пути торговать. Ну, как бы, да, там все равно была какая-то, то есть мы не уверены, что все побережье Мексиканского залива, что кто-то контролирует Теотиоаканом, там вообще классический, если не очень, но вот этот анклаф Матакапани, он по археологическим данным вполне себе такой Теотиоаканский, очень хорошо известный, они там продолжили керамику делать, когда уже керамика вышла из моды самым Чехтиоканец, а они все по старым рекламам иначе ваяют эти три коды Чехтиоканские. Но это в этих этнических анклавах, торговых, или таких, еще, не знаю, это вообще часто встречается. Вот, поэтому, ну, то есть это не тоже глухая совершенно, там горы какие-то, джунгли, все прочее. Это не за Америка классического периода, даже если мы в некоторых регионах не знаем, кем были населены, мы все равно по археологическим данным видим, что это вообще все равно та самая большая мезамериканская урбанизированная цивилизация, там, да, с торговыми путями и так далее. Значит, да, контроль, безусловно, повторяюсь, не в этом смысле, не имперский, с точки зрения, там, не знаю, китайской империи 17-го века или там, да, полных централизованных империй, даже там не... Да, это вот, если мы предполагаем, называем эту макрополитию империей, ну, да, или хотя бы гегемонией, то понятно, что все равно местные правители сохраняют свою автономию, а верховная власть опять присутствует. Но это тоже, опять-таки, для этих раннего государства очень характерно. Пожалуйста, еще вопрос. Ну, вот я по самым повторяю, я не занимаюсь себя человеком узко, да, я там не копал, не работал, поэтому, так сказать, я знаю по чужим публикации, в этом смысле, может быть, у меня, как бы, такое же право судить, как у, значит, Гребера, похоже, уже, значит, и вымирал. Да, но строится все на том, что в Теотиакане нету изображения верховного правителя, как у Майи, который попирает всех врагов. В Теотиакане до сих пор не найдено ни одного царского захоронения, да, значит, они, как бы, пишут, что у Теотиакане найден дворца. Правда, там проблема в том, что их там слишком много. Да, но это вот, как бы, это из серии аргументов, то если нету одного дворца, как у Майи, то, значит, нету дворцу вообще. Ну, да, естественно, если там в каком-нибудь там, я не знаю, да, в каком-нибудь Эль-Перу, да, в Вака с населением на тот момент 8 тысяч человек, конечно, это дворец один. А если у вас население города 100 тысяч человек, то, конечно, у вас там не один дворец у царя, да, у вас там и там, и сям, будет там вот царь и себе их еще и перестраивать. Где там были резиденции, все прекрасно знают, да, такого рода компаундов несколько высокостатусных, да, же Алла там один изменить из них. Это такие вот, так сказать, даже не то, чтобы аргументы эксселенции, да, это аргументы такие, а вот смотрите, у Майи вот так вот, а у Тёти Вакани не так, значит, у Тёти Вакани коллективное правление, да, и ассамблеи. Вот, аргумент тоже не найден из-за хранения богатый, он, конечно, с одной стороны сильный, а с другой стороны, ну, ну, не найденный, да, и что дальше, так сказать, в этом смысле. Ну, а про соуссал хаузинг я вообще, так сказать, не буду здесь, в данном случае, для меня это какая-то абсолютно запредельная аргументация. Тот факт, что город был весь застроен стандартными компаундами, да, по единому плану, в которых жили люди, правда, совершенно разного статуса, совершенно разные занятия, но тем не менее, как бы, вот, по некоторому единому, да, такому, значит, паттерну имперской столице, почему-то считается примером демократии и социального государства. Хотя, так сказать, всю жизнь раньше это вполне себе нормально интерпретировалось в рамках, там, старых неэволюционистских работ, так, свидетельство централизованного, да, централизованного управления, когда верховная власть может навязать этот стандарт жизни, да, вот. И все то, что, опять-таки, пример того, что там, для того, чтобы построить где-то на периферии какой-то квартал, они засыпали ирегационные каналы, ну, опять-таки, раньше считался доказательством высокой централизации, теперь считается доказательством коллективного решения. Вот просто так люди, они не засыпали бы каналы, да, это вот они собрались, обсудили на ассамблее, и приедет коллективное решение. Вот, опять-таки, некоторые коллеги говорят, что я, может быть, слишком критически отношусь к этой книге, вот, но, вот, ну, да, ну, вот, но, как бы, мне кажется, что там аргументация, в некоторых случаях аргументация очень специфическая, да, и такая хроманящая. Как можно, я думаю, что, мне кажется, вы знаете, вот, по поводу, в целом, вот, этой тенденции, которую я тоже наблюдаю, и в акриканистике, и, насколько я кончитаю, это работа других регионов, в том числе, в том числе, в Америке. Это действительно последние, ну, может быть, там, пару десятилетий, и особенно последние годы тенденции нарастают. Тенденция к поиску повсеместно и во все эпохи гидроархических, демократических, нейроархических, да, негонархических, коммунистических организаций. Наверное, да, в этой связи, конечно, такими очень значимые были работы, как раз, в конце 80-х, 90-х годов, Рамли, да, Блентона и его коллеги, и так далее, и так далее. Да, вот, твоим же работник Михайлович. Они тоже сыграли важную роль в этой моде, я думаю. Ну, не знаю. Вот. Я что хотел сказать, что, несключая, вы несколько акцентировали внимание на том, что Грегор был не только ученым, но и таким политическим мотивистом, очень левого толка, очень уважаемым и оценивым среди, прежде всего, анархистов, и так далее, да, да. Ну, скажем, последнее проявление этой тенденции, одно из последних ярких проявлений, это, конечно, публикация в Картман Трофологи, статьи, один из авторов Кавареза, там фильм был, да, о «Good governance». Да, фильм, конечно. «Good governance», да, то есть хорошее управление, то, что, как бы, я не знаю, что не обязательно «Good governance». Да, спасибо. «Good governance», то есть понятие, которое существует в современной поэтической науке, применяется в современном обществе, да, которое вышло в Существу Гарса, Вик, 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 Вик. То есть, что я хочу сказать, что любая, так сказать, тенденция науки, она, условно, есть отражение общих тенденций интеллектуальных и общественно-политических обществ. И мне кажется, что этот тренд, он отражает, в общем-то, дальнейшее поведение, в частности, антропологические области. То есть, идея заключается в том, да, и вот эта вот идея о том, что Запад не вникален, что демократия – это не есть исключительно достояние Запада, что демократия не вытекает исключительно из исторического опыта Запада, уходящего корнями в европейскую же отечность и так далее, и так далее. То есть, я думаю, что здесь есть, на самом деле, прямая, может, мало кем осознаваемая, даже все, кто это пишет, но прямая связь интеллектуальная между вот этим вот трендом в Западной, ну не только антропологическом целом, интеллектуальной средею, дальнейшая, скажем-то, гиберализация, да, стремление уйти от представлений о способе Запада, уникальность Запада, о том, что Запад как бы представляет какие-то уникальные хорошие ценности и так далее. То, что более, еще более ярко, конечно, проявляется в таких течениях научных, как, скажем, посткланиальная теория, да, где-то все гораздо более ярко и так далее, и так далее. Поэтому я просто хочу обратить внимание на то, что вот эти вот тенденции в изучении, казалось, что уж совсем далекой современности обществ, там, типа, междуамериканских, первых тысячелетий нашей АТ, на самом деле, очень показательны вот эти тенденции с точки зрения интеллектуального движения, скажем так, современных, часто западных, и с точки зрения Венгрова, он просто очень показателен именно тем, что он, в отличие от практически всех прочих, так сказать, авторов, которых мы все равно упоминали, да, он был, как мы уже говорили, не только ученым, он как раз воплощает эту вот ситуацию личную. Ну, то, наверное, короче, это было в истории науки, это теоретиках, в 70-е годы, да, и, например, это книга «Общество против государства», да, который тоже был один из 60-80-х годов теоретиков анархизма, того времени французского, именно интеллектуального, таким знамена, что ли, парижского восстания, что-то месячный, в 68-го года, который тоже был абсолютно профессиональным, высокопрофессиональным, замечающим профессиональным, который, при этом, в своих работах, так сказать, вот развивал идеи примерно того же прозра. Но повторяется в том, что вот такие примеры, как Грегор и Кластер, они просто очень наглядные, которые сами были в бухгипостасе и ученых, и общественно-политических деятелей. Но, в целом, в целом, повторяю, этот тренд, он отражает общее, конечно, общее интеллектуальное состояние, направление движения, современность, вводно, западной, лидеральной деятельности, в частности. То есть, иначе говоря, совершенно не случайно. Они имеют никакую научную природу. Еще, пожалуйста, вопросы, комментарии. Ну, кстати, вот в Африке, да, голодиане тоже, вот этот тренд я уже упомянуто, и это тоже в последние годы очень явно проявляется. Ощущение, что-то было, ничего слышно. Идея о том, что надо отказаться от представления о том, что вот Африка не была, как бы, не знала демократии, не знала индивидуальную свободу и так далее, и так далее. Сюда это ищут, инфектируют источники. Поэтому Наташа Ринка как раз очень помогает концепцию гетерархии, потому что она, по-моему, в последнее время стала очень так произвольно трактоваться, мне кажется. И, кстати говоря, и в отношении Мая тоже эта книга, подрезанность из Карба и других, да, в том-те, в том-те, в том числе. Да, естественно, в том, гетерархия у Майя, она как раз тоже имела, в 2004, в том числе года. То есть реинтерпретировать то, что раньше казалось совершенно однозначно, как давалось проявление демократических, условно говоря, в обществе. Это демократический, не надо говорить, что западный, не надо говорить, что мы западный ученых, это их цивилизация. Мы вот такие хорошие, давайте исходим из того, что сгибы или не будут. Ну, здесь как раз гетерархии я был не встретил. Может, там кто-то есть, но в главе, собственно, изоамериканского ничего. То гетерархия я не встретил. Там везде пишут про демократию, демократию, демократию. Это теория гетерархии, сейчас они могут применяться в отношении, в частности, и архии. Причем, в отношении тех пор, которые раньше представили в реанхе. Ну, куда? Ну, такой запад, который был в Буганде. Это касается, что это гестантическое королевство. Теперь читаешь книги, там, где пишут, что это идеально. Ага. Я думаю, что у нас здесь будет больше. Я очень коротко, и я немножко... Не то, чтобы поспорить, тем более, что... Я думаю, что все развестили ничего, я не знаю про... Я не знаю, почему все развестили. Азербанда был известен только вам. А, ну, это все развестили. А это все развестили. Но просто... Из статьи, которую вы, Петя Михайлович, упомянули, из нее потом вырос блок статей целых, про ту самую гадность в разных контекстах, в разные регионы, в разных эпохах. И вам, кстати, так получилось, что и мне довелось бы участвовать. И там как раз в процессе обсуждения моей статьи довольно много с фильмами переписывалось. Как раз про... Можно ли это называть демократией? Стоит ли это называть демократией? Что, собственно, такое гадность, как его диктовать? И, в итоге, в такой момент... Я не читал книгу, о которой Илья Михайлович говорил, и поэтому не могу сказать, что я ее пытаюсь защищать. Но хотелось бы обратить внимание, что само по себе наличие и отсутствие тех или иных органов власти и прочих структур, тех или иных институтов, на самом деле не всегда свидетельствует о наличии и отсутствии в основном говерненце, степени их коллективности в управлении и так далее. То есть, да, мы можем согласиться, что у него пока не было никакой ассамбль, как перевести народные собрания, правящих советов и так далее. Там вполне могла существовать монархия, теперь монархия, что не отменяет возможности, чтобы правление при этом там было более ориентированным на коллектив, чем, например, майя или еще какие-то. Но еще раз повторюсь, я не знаю, какой там третий, поэтому это просто так комментарий в сторону, что само по себе отсутствие вот этих внешних признаков того, что мы сегодня назвали демократией, не значит, что по сути ее там обязательно нет. Ну, это, нет, я тоже абсолютно как бы не спорил в том, что это объективный факт, что внешняя материализация власти, да, в него внешнем, на этой черепаха не отличается, да, не так, чтобы кардинально, в общем, да, на самом деле, те сюжеты, которые интерпретируют там наши коллеги, как свидетельство того, что это распределенная власть, да, там, мы, например, смотря, опять, с точки зрения майяской, безусловно, здесь тоже наши, в общем, захватить как можно больше соседей, захватить их, плен принести в жертву и пополнить и good governance. Да, наверное, это очень неудачно. Вот. Как бы, и это как раз и есть тот самый, это есть та самая гениальная, как бы, ну, та самая сверхидея майяской, что такое good governance, да, вот, правильно, а good governance для астеков, так вообще, что нам как можно больше захватить плен и принести в жертву, сердец, а как бы, если это не сделают, то солнце остановится и так далее, вот оно, да, это такая мезамериканская модель, очень мезамериканская, да, безусловно. Ну, да, и когда мы это все запрещали, да, приличные люди, встречающие из Европы, они, в общем, недовольны были, возмущались и так далее. Вот почему я, например, когда читаю про good governance, я понимаю, когда про это говорят там в современном контексте, потому что есть некоторые условные критерии, да, но когда мы про это говорим для мезамерики, вот эта статья, опять-таки, очень уважаемых множеств людей, меня как-то разочаровало. Ну, вы знаете, я, даже не просто читаю, если бы вы это слово не расцветили своим авторитетом, я бы не поделеснул бы сказать, что меня, кстати, тоже разочаровало. Я писал на нее комментарии для каждого антополога, вот, и мне кажется, что, в общем, мой комментарий разочаровал автор, я так сказал, вот, но на самом деле, действительно, это мое впечатление, что эти действительно, ну, вы сами знаете, очень уважаемые многие подружеские люди, да, тот же Стив, вот, который, кстати, у нас любил, выступал и так далее, и так далее, что они уже все-таки, ну, думаю, скорее всего, инициатива планирования все-таки, они, мне кажется, уже все-таки чрезмерно опубликлись от этой вот идеи, идеи придания универсальности и географической, и хронологической, тем понятием, которыми принято обозначать реалии современного западного мира. Кстати, прости, прости, прости по этому поводу, я имел переписку, часто сказал Крамп, автор теории, да, Рангий, да, вот, потому что, в чем, как, пользуется, да, с кем вы не согласны, да, с Марксом Леменцем, да, с собой, да, вот, как шариком, да, вот, я вот... Генгель Иссыкаус. Генгель Иссыкаус. Я скромный спорю по поводу того, что у нее на самом деле действительно, и я готов своего мнения придерживаться, что в ее теории гетерархия понимается фактически как, во-первых, объявление политической сулубы, как форма политической организации, во-вторых, как фактически синоним демократии. В общем-то, ее, наверное, заслуга в том, что она вовремя остановилась, она не стала использовать современную политическую терминологию. Но в то время как некоторые акции сегодня, и мы в Афинской гетерархии, это демократия. Хотя все, конечно, гораздо сложнее, и даже если мы возьмем ту же Афинскую демократию, мы увидим, что это не та демократия, не такая демократия. Скажем, сегодня тоже если угодно современный грецкий. А я же говорю о том, что пишут гетерархию и демократии. Это вообще странно, потому что термин демократический и недемократический, это означает в 90-х, по-моему, вы тоже использовали в ваших некоторых работах, парочка. Но потом же от него быстро отказались, и вы пришли к нейрократическим и нейрократическим, потом к нейрократическим и так далее. А вот он неожиданно опять оказался актуальнее для людей всех живых в этом смысле. Можно ли считать сгоняние индейцев с Земли, которое создает возможности для колонистов Гудгаврадов? Вот как вам кажется? Мне кажется, что на самом деле это проблема криминологии. Потому что так бывает даром, но, естественно, так или иначе, мы проектируем его по-своему. А с другой стороны, разные формы проектов. Что мне понравилось в книжке «Аплантин и Баркер» в 2000-х? Скажем, что нужно. Собственно, да, попытка предъявить это, возможно, не везде удачно, но в терминах не демократии и демократии, а в терминах больше или меньше коллективности. Насколько учитывается в осуществлении власти некое условное влияние широкой массы. При этом, как это может быть оформлено, я вижу, да, там получается в итоге практически топ-10, да, самых учитывающих коллектив полетий всей мировой истории. И там наверху и наверху оказываются не те, которые мы сегодня назвали в этом западном контексте демократическом. А вот наверху, ну, дамский, Китай еще ладно, но там и абстеки оказываются, и, кажется, еще что-то, еще что-то. То есть это не то, что традиционно воспринимается как образцы демократии. Поэтому, да, говорить о подговорненции я вообще... Вот, в одной смысле, я это не использовал и больше не буду. Но, как бы, из-за того, что терминат неудачно, нельзя же игнорировать тот факт, что власти всегда действительно строятся по-разному. Отношения, грубо говоря, носителей власти и общества строятся по-разному. Как-то это надо обозначить. Мне пока обозначение коллективное более или менее. Правда мне нравится больше, чем демократичное или хорошее. Мне больше, чем... Ну, мне кажется, что это нормально, вообще, по большому, что это вариант коллективные сетевые. Другое дело, что, например, коллективные сетевые в обществе, мы немного меняем, так сказать. Модально, что называется, создатели. Они писали не типы общества, они писали на стратегии. Да, они писали... Ну, корпоративные сетевые... Мне корпоративные сетевые стратегии по-прежнему должны быть больше, чем коллективные сетевые. Вот, при всем уважении Ричарда и Экорина. Вот. По-моему, это, как бы, удачное определение. Оно вполне себе многое позволяет объяснить. Большая, так сказать, корпоративность, да, и большая, там, индивидуалистичность, сетевые стратегии. Большая арганистичность, да, большая сотрудничество. Теория, она страдает тем, что страдает очень многое позволяет им устранить, что это дуалистичность. Да, два полюса и все между ними. Ну, может быть, да. Вот, как я понимаю, собственно, во многом поэтому, да, вот, была предложена... Которые, как бы, там есть просто точка, да, и от нее вы отсчитываете. Это не дуалистичность, а по-другому стойчивости. Ну, опять-таки, ну, это не совсем то же самое, что демократия, сон, шелхаус и все прочее. Я бы даже сказал, совсем не то же самое. Здесь я категоричный использую. Более того, я, собственно говоря, во многом, ну, первый доклад на иерархии власти был посвящен как раз Джоид Гармену, да, ровно той самой плашкале, которую потом копали, значит, да, Блентом в Вангер и Рейде. Я как раз, да, правда, я там работал не по археологическим исключениям, а по археологическим. Я как раз сейчас помню, как я-то как раз предлагал ту же самую модель распределенного управления, союза, там, конфедерации, и меня тогда критиковал классом, да, который говорил, что все прекрасно, но, с другой стороны, всегда есть фигура, которая принимает решения. И тогда была большая дискуссия у нас, если я не ошибаюсь, да, мы с проектом полностью дискуссировали. Вообще, да, поэтому вот как раз идея, там, Джоид Гармену и так далее. Я на нее всегда выступала, и Санкт-Петербург, мы, помню, обсуждали ее, что это некоторая межамериканская новая модель, постклассическая, там, политичная группа вступают в контакты, и поэтому она распределяется. Вот. Тут, как бы, да, спорить не с чем, ну, условно. Вот. В общем, о том, про внешние проявления, это все, может быть, в моем примере, проще, да, что необязательно, грубо говоря, степень коллективности власти, соответствует ее внешней организации. В моей собственной статье чуть было не загробовали, потому что один рецензент написал, что вот вы пишите, Вергиния была демократичной, а там же, смотрите, там есть представительный уровень власти. А вот там, где-нибудь в Нью-Йорке нет, поэтому вы пишите, что он более демократичней, чем Вергиния, и как это может быть. И, собственно, в итоге очень пришлось даже отдельно расписать, что само по себе присутствие того, что нам может даже казаться появлением подобия современной демократии, не говорит о более коллективном направлении, и точно так же отсутствие таких органов, власть таких институтов, не говорит о, соответственно, менее коллективном направлении. Да, знаете, где-то так, совмещание в словном. Я даже не помню еще, куда дальше. Нет, нет, я в этом, когда мы обсуждаем там с коллегами всю эту сюжетную камбу, то опять-таки, ну поскольку прошла изяточка, они все равно к нему были возвращаться. То есть, безусловно, как бы, да, вот я упоминал модель Собоусуги Ямы, есть свидетельство того, что стратегия власти сменились, и она стала более корпоративной, да, и более коллективной в этой терминологии. Да, вот как раз где-то во второй половине третьего века. Значит, да, до этого она была, да, по-иному выстраивалась, а потом, да, вот она поменялась, значит, предошли изменения идеологически, и вот Собьяма как раз считает, что вот, собственно, да, и произошел этот поворот к большему корпоративизму. Ну, так этот поворот к большему корпоративизму мог быть внутри города, да, а снаружи он мог вполне себе быть, да, в этом смысле у нас, напоминаю, что Катеринский принц Сон был, так сказать, первым магистратом, да, а снаружи, в общем-то, как раз его взаимоотношения с провинцией не строится всем по-другому. Здесь такая мультиполитейность тоже вполне возможно, да, внутри города только важную роль, да, принятие, принять во внимание мнение товарищей членов коллектива, да, больше корпоративность, большая коллективность, ну, а снаружи, когда они завоевывают магистрат, то они вполне себе, эти духовные правители действуют, да, полные, суверенные, да, и наоборот, с удовольствием воспринимают эти мальярские формы подчинения, такие индивидуализированные сугубо, там, там, все строится не наличных ядер, а в общем не на отношениях между корпоративными структурами. Вот, это, это вполне возможно, ну, там, да, такого рода аналоги у нас есть в той же самой Африке, да, вот, примерно, как-то откуда ли, Дмитрий Михайлович, там, да, работа Попова-Ашанти, да, там, внутри, оно совсем не так строилось, так, так сказать, отношения этих ашантийцев с завоеванными землями. Вот, и это очень часто бывает обратно, да, поэтому, вот, я почему с самого начала и говорил, что я не стремлюсь, то есть, объяснить все внутреннего строительства этих ашантийцев, потому что для этого надо быть специалистом, непосредственно по этой тематике и разбираться там, да, ну, вот, как бы, модель-то все равно некоторых общая модель, которую Майя воспринимает как абсолютно нормальную для них, да, с более-менее даже сверхцами для них, да, она присутствует, а то, что внутри, конечно же, да, может быть, поэтому с такой радостью, если я вправду, да, отправился за тысячу километров, что надоело ему сидеть там, да, и корпоративно не ритуалами заниматься все эти локальные. А тут можно развернуться, понимаете, да, размахнуть рука, что здесь все хорошо. Нет, 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 его последнее упоминание 406 год, да, когда он второй раз пришел опять втекать. Где конкретно была его инциденция, мы не знаем, но по этим поводу дискуссий, но предлагал массу вариантов. Ну, то есть, а как активный вице-император, да, или вице-бегемон, как активный представитель, он существует в землях Майя, причем это синхронные тексты, да, это не последующие планеты исторических текстов, вот ровно тогда. Он существует, по крайней мере, 30 лет. Вы показывали большое количество надписей, где есть там неизвестные, непонятные роглифы, можно узнать локанские и как-то переводятся. Были ли случаи не псевдо, как это правильно назвать, бискриптов, а настоящих бискриптов, где бы было и майянское имя, например, и его аналог. Ну, вот, нет, они как бы искусственные, да, они не точно параллельные, да, значит, бискрипты, потому что, условно, у нас есть какая-то запись этого имени, перевод этого имена Майя, и есть запись этого имени, вероятно, против локанских, опять-таки, политическими знаками Майя. Вот это тот самый путь, вот, над этим работал Каса Детошач, у него там много интересных наблюдений, это, наверное, путь, который, рано или поздно, ну, позволит нам как-то изменить. Но это, опять-таки, это, может быть, нам даст понимание того, что это был за язык, да, в точку зрения того, что какая-то из фон астекских языков, но астек все больше и больше набирает. Значит, но это, опять-таки, пока еще не даст ключ к чтению этих конкретных текстов. Не говоря уже о том, что, если, судя по всему, там такая же была нарративная стратегия, как и в постклассических письменностях, астекских и всех прочих, там вообще сложно с этим работать. Ну, рано или поздно, я надеюсь, я активист и не теряю такой, в смысле, надежды, конечно же. Просто есть довольно много, но это я не хотел, так сказать, пересказать, работая с Ветро Шапчей, может быть, он как-то не сам активизирует доклад. Я здесь довольно много внутренних тилаканских свидетельств, что там есть царские имена, потом есть списки и все прочее. Он неоднократно по этому докладу на конференциях. Но, может быть, как-нибудь, так сказать, ведет это как бы изнутри тилакана. Моя, госпектива, такая была прежде всего майярская. Я бы разрешил добычу внимания. Можно было бы сказать, что там, опять-таки, майя не так поняли. Дело в том, что, опять-таки, это две культуры, которые находятся в едином цивилизационном пространстве. Нельзя сказать, что это четкий разрыв. Две категорически разные цивилизации. Там еще разного, не знаю, уровня политического развития, если мы не вспомним. Ну, там, условно, как, например, колонисты Виргинии и местные индийские войны. Там еще можно что-то такое. А тут, так сказать, они в контакте, они просто друг друга знают. И проблема... То есть уровень различий здесь, может быть, будет примерно таким же, как когда там в скандинавских сагах подпишут про гордарики. Ну, конечно, они там все конунги, ярлы и все прочее. Но никто же не будет спорить, что описывают они вполне ту самую реальность, которая описывается в повести Вимихлетта. В доступных им категориях. Здесь еще важную роль играет, конечно же, то, что это рядом существующие общества. Опять-таки, далеко не из американских мер, но тем не менее, постоянно контактирующие друг с другом. И данных материальных этих контактов с каждым годом все больше и больше. Да, мы знаем, что в теми чуваками жили Ма и Я, которые писали миру, на стенах, раскопки на усы в ямах, они вскрылили разрушенный какой-то дворец и так далее. Поэтому сложно здесь было бы ожидать, что они не поняли, что же они такое описывают. У меня есть такой вопрос. Ну, артологически, мы видим, что Артикан был, в общем, не моноэтничным. У меня абсолютно... У тех, что Майя видят. А, собственно, с Майяской позиции мы видим моноэтничное, практически, или я не правда? С Майяской позиции мы не видим их этничности вообще, потому что с точки зрения Майяской позиции они майя. Опять-таки, в этих источниках нет этничности. У нас категории этничности в источниках миссоамериканских классических нет. Мы вообще не знаем, Майя или не Майя. Вот они пишут, что зовут его Хатсон Хох. Ну, перевели, я им это не перевели. С какого языка они перевели, мы с вами не знаем. Может, они перевели, не знают. Михистос, как предполагает, там, предполагал Хохман. Наверное, все-таки логично и предполагает, что там с какой-то стороны. Этничность же не важна. Это в постклассичку она появляется. У нас с вами вообще нет термина, который обозначает что-то наподобие этничности. Это все исключительно династическая такая модель организации. И даже люди, которые как бы не из династии, а как бы низкого уровня. Мы вообще не знаем. Называли они себя Баги? Они не называли, да? Мне кажется, что, когда мы говорим об этничности, мы, наверное, тоже отчасти прополируем то значение, которое в современном мире в мире новой, ну, ну, не должно быть, в 19-го, в 19-го, в 20-го, в 19-го, в 19-го, в 19-го, в 19-го. Вот. На тревогу. Потому что то, что я смотрю, скажем, по хрикански материалов, да? Там, я совершенно не хочу занять позицию, скажем, Эриксон и Амстейн, которые знают, что общая личность, в 19-го, в 19-го, в 19-го. То есть, там, конечно, была атическая и атическая. Она одна из очень многих для самих этих людей. В этой ходе всегда самая значимость. Она вполне может и не проявляться, если это паблик. Для них может быть важнее не то, что не мая атическая, а что-то еще. Ну, вот она действительно так была. Мы все-таки опять повторюсь. Это источниковая реальность. В источниках реальности ничего, что можно было назвать атической, нет. Она потом, а потом она появляется. В источниках более поздних она появляется, причем не просто появляется, как бы, значит, условно. Есть люди-май, есть люди-йца, есть люди-кичьи, есть такие, есть сики, есть там асветы. Они по-разному рисуются и они задаются этим вопросом. Вот с этой точки зрения, из американской теории этничности, это вот, да, значит, почему, да, так сказать, кичей и кичей говорят на разных языках, потому что боги у них разные. Но они же понимают, что они говорят на разных языках. Понимают, задаются этим вопросом. В одном из поздних текстов это вот какой-то вопрос. Они осознают, где они не эту разницу как атическая. Ну, нет, они осознают как факт, что они по-разному называются, они говорят на разных языках, потому что у них разные будут. Да? Да, мы можем им это называть проявлением этического сонсультания. Ох, ну это вот уже, да, давайте не будем делать проблемы. Это ближе всего к тому, что мы поназвали, наверное, их личностью. Потому что вот она проявляется там во внешнем облике и в разности к еще вещах. Безусловно, да, в общей истории и так далее. И, как бы, все истории этих этнополитических групп из американских, которые рассказывают, когда они отступили, они на этом и строятся. У нас такая общность, потому что мы пришли... То есть, общая ситуация, вы знаете, как и в этих этнополитических группах? Например, что их, действительно, принадлежность, связанность с определенным божеством? Божество и коллектив. Не просто божество. Да, но они это не связывают, как современные этнические, с определенным культивом? Ну как, мы просто связываем. Ну, какой-то, действительно, божество, это тоже, как бы, культура и так далее. Нет, это наше понимание. А люди, надо сказать, в нашем делении материальности другого и культуру. Для них это божество, это, как бы, не культура. Да. Для них это божество. Они божество, это божество. Это один. Ну, в случае с Майей, опять-таки, поскольку это тот источник, который доступен, там, да, вот само понятие «чужеземец» появляется у нас только в восьмом виде. Да, вот слово, которое потом в словарях переводится, как «чужеземец». Да, вот уже, когда появляются словари испанские. Да, вот это и слово, которое означает «чужеземцев», ну, как бы, совсем не из своей общей. «Чужеземец» – это что? Ну, это говорит о другом языке. Ну, это просто… Мы не знаем, потому что это просто слово, которое берется как «чужеземец». Да, вот «суль». Да, впервые фиксируется во второй половине восьмого века. Да, вот до этого, вот этот пример такого мощного контакта межкультурного, межрегионального, да, там вот единственной терминологии, там чисто географические. Западные они, да, боги в них западные, сами не западные. Это подразумевает под собой чужеземные, но не обязательно, да. Вот потом, впоследствии, надо пояснить, вот эти вот, когда появляется это слово «суль», оно, значит, фигуре в интернетском кодексе и в ряд других. И там специально говорится «это чужеземцы с запада». Да, видимо, нет. Ну, то есть, опять-таки, слова такого нету, да, они не называются никак отдельно, кроме как «западные». И все. Больше никакой же их идентификации нету, да. Они люди из Винтенаха, они люди из этой земли, пяти снежных пиков, они западные, но во всем остальном они такие же, ну, только что они нарисованы по-другому, но вообще такие же, как и мы. С этой точки зрения. Другой вопрос, что это за идентичность такой группы? Потому что в данном случае это же идентичность, так сказать, группы элитных, прежде всего, да, знатных, они, совсем по-другому, да, себя будут идентифицировать. Ну, что там, Винтон, замершаем, и мы, да, взятый вопрос. Тогда еще раз благодарю Дмитрия Дмитриевича, благодарю Машу и Катю, которые нам организовали, кстати, это мероприятие технически. Спасибо большое всем, кто принял участие и провел интерес и в телеграме, и в аудитории. Кстати, вот, так сказать, призываю всех, кто наш канал рекламировать, так сказать, новых подписчиков, ну, привлекать. И до встречи в сентябре. Спасибо еще раз всем большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.